Страна вечного лета, карнавалов и футбола. Бразилия. Так они и думают в России, да и во всем мире. И в общем так оно и есть. Но здесь в Сан-Паулу вас поправят. Бразилия это страна именно футбола. Футбол это свято и неприкосновенно. Кстати, вы из России, за вами как раз грех. Это вы покушались на святое. За кого русским теперь приходится оправдываться и кто на репутации России посадил пятно? Здесь, на противоположном конце планеты. Махачкала. Здешняя барахолка, как привет из советского прошлого. Купить можно все, разве что исчез всесильный ОБХСС. Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Именно ОБХСС, сам о том не ведая, внес однажды этот рынок в историю. Теперь махачкалинская толкучка фигурирует в книгах солидных кремлевских исследователей, вроде Николая Зиньковича. Весной 1981 года, пишет Зинькович, Борис Березовский был задержан сотрудниками ОБХСС на рынке в Махачкале за попытку спекулятивной перепродажи 27 комплектов постельного белья и большого количества покрывал сирийского производства. Получается, что будущий олигарх по пути к нефти, большим деньгам и революциям шел мелкими шажками фарцовщика. И начинал здесь, в Махачкале, с простыней и навлачек. Начало-начало, для меня, например, это все-таки приход к власти Горбачева, это совершенно неожиданный закон о кооперативах, который просто меня поразил. Но тогда я занимался наукой, как и предыдущие 15 к тому времени лет. И я обратил на это внимание, но, конечно, я не думал, что это станет моей второй жизнью. Тогда, в 81-м, ОБХСС обошелся с начинающим спекулянтом мягко. Следователь Каркмасов пожалел Березовского, изучив его биографию. На ту пору она была предельно прозрачной. Бурю, в чем он, конечно, преуспел, он математик, он умел высчитывать схемы. Березовский защитил кандидатскую диссертацию по теме «многокритериальная оптимизация» и уже писал докторскую по оптимизации решений. Офицер Каркмасов оптимизатора отпустил, а заведенное дело отправил в архив. Много лет спустя, когда сердобольный следователь попытался найти Бориса Березовского, тогда уже всесильного олигарха, и заглянул в архивы МВД и КГБ, он не нашел там ничего. Видимо, оптимизировав свой статус и став заместителем секретаря Совета безопасности, Березовский подчистил свою биографию. События 91-го года, они показали, что первыми на штурм Лубянки рванули те, на которых материалов было более чем достаточно, на кого материалов было вот так. Разумеется, Махачкала была невинной шалостью на фоне всего прочего, что имелось в ФСБ на Березовского, вспоминает генерал Михайлов. Иначе зачем от Совбеза пришли бы люди штурмовать архивы? У нас были материалы на его конкурентов, у нас были материалы на его бизнес, у нас были материалы на его контакты с боевиками и бандитами, у нас были материалы по его финансовым махинациям и так далее, и так далее. Влиятельные люди на Кавказе, с которыми у Березовского было так много потом связано, могли быть тоже из молодости. Работая в НИИ, вспоминают некоторые его знакомые, он еще в конце 80-х организовал некий кооператив по написанию диссертаций для уважаемых людей с Кавказа. Соискателей в одной Махачкале было столько, что под одеяльниками уже можно было не торговать. Когда вот мне лично достался, если можно так сказать, Борис Абрамович, он был тогда просто рядовым спекулянтом. Вы знаете вообще, с чего начинал Березовский-то? Вот один раз его так интересно от колхозников, когда он продал комбикорма в какой-то вот бытический район, куриная фабрика, там все куры сдухли. Березовский, еще не подозревая о случившейся колхозной трагедии, на пару с Сергеем Соколовым повезли на ферму новую партию суперкорма, собираясь забрать деньги за старую. К их счастью, колхозная дорога была такой, что они побоялись застрять на своей старой Волге и решили часть пути пройти пешком. Двинулись, и тут началось. Вдруг они увидели, что от фермы бегут люди с вилами. И они, наверное, Березовским драпали, значит, на этой машине. И вот как-то за ним Паниковским гнались через вот эти грядки, за ним гнались абсолютно реально колхозники. Мы его тогда, я помню, посадили в автомобиль и быстренько увезли. Вот такие были истории. Я думаю, телевидение пропустит тех слов. Вы запикаете их все равно. Я пришел к выводу, что бизнес – это не обязательно то, что связано с твоей непосредственной профессией, а бизнес – это то, на что есть спрос. Примечательно, что научные труды Березовского он писал как будто для себя и потом, внедряя их в свои жизни, доводил все до вершин. Так, поработав в НИИ заведующим лабораторией, он в 91-м году уже член-корреспондент Академии наук. Дружба с боевиками подарит им целый хасавюртовский мир, а бизнес на сирийских покрывалах и кормах для птиц станет ступенькой к миллиардам долларов. Несмотря на все то, что я знаю сейчас о нем, я все равно не могу избавиться от впечатления о Борисе Абрамовиче как о человеке, скорее, комичном, нежели угрожающем и трагичном. Он производил впечатление именно Акаке Акакеевича. Такой, знаете, жалкий человек с вечным портфелем под мышкой. Из этого портфеля постоянно что-то вываливалось. Он постоянно разговаривал по двум телефонам. Тогда мобильные телефоны были большие, такие моторолы. У него было две моторолы, по которым он беспрестанно разговаривал. В этот момент Березовский еще не олигарх, еще не вершит судьбы, о нем еще не пишут книги. Но до этого остается немного. 90-е в России были временем вообще динамичным, а в случае с Березовским особенно. Огромный путь от колхозников, которые чуть не насадили его на вилы, до высочайших чиновников Кремля, он прошел за какую-то пару-тройку лет. Деньги и собственность росли в геометрической прогрессии. Я, собственно, в 89-м году понял, что есть, помимо науки, то, что меня очень интересует, и название этому предпринимательство, то есть такая колоссальная возможность для самореализации. Франция, Лазурный берег, мыс Антип, дворец Шато-де-Ла-Гаруб. Конечно же, все знают, что там живет Борис Березовский, о котором очень мало известно. Журналист Бруно Абрий стал настоящим олигарховедом во Франции. Он знает всю собственность Березовского на Лазурном берегу, и кое-что мы разглядываем вместе из вертолета. Просто все, что покупал Березовский и другие русские олигархи, это не просто замки, объясняет Бруно Абрий. Это французская история, и французам не безразлично, кто ею сегодня владеет. А владеть могут единицы в мире. Это ведь Антип. Антипский мыс среди самых дорогих в мире адресов. У Березовского, судя по всему, есть собственность на мысе Мартен. Кабдай, если точнее. Которая оценивается в 120 миллионов. А вот Шато-де-Ла-Гаруб, он в свое время приобрел недорого. Недорого. За 22 миллиона евро. Территория на мысе Антип размером в несколько гектаров, с личным пляжем и собственным пирсом, за 22 миллиона евро – это сегодня не были лица для агентств недвижимости. Цены давно другие, и даже в кризис на Антипе они только растут. Говорили, что большинством выгодных сделок Березовский был обязан Бадри Патракацишвили. У того было просто чутье на деньги. Он был правой рукой Березовского с самого начала 90-х. Они практически ходили вдвоем, как шерточки-смашерочки. Бадри был как бы подчиненным, потому что Березовский уйдет вопрос, и тут же говорит, Бадри, это надо, Бадри, сделай, Бадри, деньги там передай, вот так. Это потом уже, через сколько-то лет, они так уравнялись, стали. И по капиталам, и по политическому весу, может быть. Но его все время, вот, к сожалению, его сносило все время криминалом. А ему всегда хотелось вот этой вот блатной жизни там. Считается, что именно Бадри Патракацишвили обеспечивал Березовскому коммуникации с криминалом. С учетом того, что большинство воров в законе в России были грузины, у Патракацишвили это получалось неплохо. Бадри, похоже, был незаменим и в банальном выбивании долгов. У него была бригада из вот таких людей, которые посещали должников Березовского. Бадри ставил задачу и требовал результата. Какими методами это все будет достигаться, это... То есть там не чурались ничего. Он звонил Березовскому, и они там советовались, и потом выдавали мне задачу. Выбить деньги, мои люди, поговорили, побили. Через неделю он принял деньги. Трудно предполагать, что теми же методами Березовскому достался и замок Шато-де-Ля-Гаруб. Однако, по слухам, Борис Абрамович его даже не покупал. Он достался ему как раз за долги. И за долги же Березовский его сам чуть не лишился, когда во дворец грянули жандармы с облавой. Одновременно обыски прошли и на яхте Бориса Березовского, которая и сейчас стоит здесь, в порту. В феврале 2011 года был наложен арест на нее и на произведения искусства, которые находились на борту. Это было сделано по запросу российской прокуратуры. Основание – совокупность решений судов по взысканию денежных средств по нескольким делам, которые к тому моменту были заведены на Березовского. Антип с такими соседями переставал быть чинным. Они позволяют себе беспокоить соседей. Мы себя спрашиваем, не можем ли мы узнать больше о них. Но на самом деле мы о них не знаем ничего, совсем ничего. Мы даже не знаем, кто его жена, – возмущаются французские дамы, становясь хоть в чем-то похожими на любопытных соседок в России. Ленка, вот он последняя жена, она была, но она же действительно красивая девчонка, умная, очень привлекательная, сексапильная, все там. Ну, что еще нужно? Вот история о дамах сердца Березовского, которую с удовольствием обсудили бы его соседки на мысе Антип. Я видел некоторых девчонок таких, ну, смешные, конечно. Была такая 17-летняя девочка, звали Марьяна. Она была любовницей Березовского. Он ее очень любил, она из глубинки, из Кемерово. Ну, она тоже, смешная девчонка. Такая вот, абсолютно музыка отсутствует. Потом, ну, она миленькая, но я не могу сказать там. А Боря все время бегала, она такая креативная. Ты присмотри, я говорю, да что мне присматриваться к ней, это ребенок. Борис Березовский обратил внимание на Марьяну, когда ей было 14, рассказывает Сергей Соколов. И эта история могла бы быть любопытной уже для правоохранительных органов. Провинциальная школьница поначалу ответила взаимностью, но очень быстро заскучала. Когда Борис Абрамович уезжал за границу, она сбегала сюда, в Москву, от него. Ну, приезжала в Москву и здесь проводила время. В ночных клубах, в дорогих ресторанах. Вот. И Березовский поставил задачу ее вернуть любыми способами к нему за границу. Потому что он ее любил и без нее и ревновал. Были основания для ревности у него. Некто Александр Аганезов такой, ресторатор был. Были произведены, так сказать, акции определенные. То есть была сожжена машина у Аганезова. Была избита сама Марьяна вместе со своей подружкой Нелидовой в ресторане, в Аганезово, на Тверской улице. Отправил я людей в Кемерово. Они испугали очень сильно ее родителей. Мама даже в больнице оказалась после этого. Ну и в конце концов, она была вынуждена уехать. Сегодня Марьяна живет на Гоа. Нам удалось снять ее издалека. Ближе не подпускает ее новый покровитель, которому она досталась в ходе каких-то сложных взаимозачетов. На Гоа его все боятся. Она же даже и в 14 лет-то понимает, что она делает. Мама же говорила, что это нехорошо. О 14-летней Марианне в свое время знали все, в том числе и правоохранительные органы. Но стоит ли удивляться, что за развращение малолетних даже не было заведено дело, когда на глазах происходили манипуляции в рамках целой страны. И как их квалифицировать, никто даже не знал. Манеж. Именно здесь продавали и меняли на ваучеры акции ООО Автомобильный Всероссийский Альянс. АВА, если сокращенно, было объявлено, что на деньги акционеров АВА создаст мечту – надежный, комфортный и экономичный народный автомобиль. В декабре 93-го в Манеже выставили опытные образцы. Обалдевший народ не верил своим глазам. Настоящие машины. Без всякой очереди. Покупай акции и владей. Я даже тоже. Где-то были, но, к сожалению, я в архивах не нашел их. Он мне подарил на день рождения. У меня тут такие облигации. Он – это, естественно, Борис Березовский. Человек в думах о народе, родивший идею народного автомобиля. Предложил начать строить в России рынок продажи автомобилей. Цивилизованный рынок. Предложил, пробил у Ельцина разрешение на ее реализацию, подключил средства массовой информации и процесс даже не пошел, закипел. Эти акции будут обеспечивать высокий уровень дивидендов на уровне 20-30% в валюте. Люди вкладывали в народный автомобиль последние, покупали акции и уже видели свое счастье на экранах страны. Рекламный ролик «Аввы», снятый на Западе, завораживал. Ельцин, как и потом, много лет спустя, будет еще долго доверять Березовскому. Это вопрос непростой. Борис Абрамович, хорошо. Его знает, занимался. Да и сейчас занимается так, между делом. Так что у меня оптимизм все-таки есть, что мы не провалимся. Но тогда с «Аввой» дальше обещаний Березовского дело так и не пошло. Просто обман самый, что называется, элементарный. Сбор денег на так называемый народный автомобиль. Собрали 20 миллионов. Потом говорят, а у нас ничего не получилось, денег не хватает. И все это еще рассыпается. Березовского посуд! Березовского посуд! Эта пирамида была Ава. Там, в принципе, все было рассчитано вот как обыкновенная математическая пирамида. Никто, конечно, не собирался ничего делать. Нужно было собрать деньги. Но собирали там кучу денег, вкатчали туда еще бюджетные деньги, помимо всего. Там же, помимо народных денег, огромное количество бюджетных было денег. Вероятно, это был тот самый случай, когда доктор физико-математических наук впервые внедрил в жизнь свою диссертацию по теории оптимальных решений и принял решение предельно оптимальное. Пирамида. Красивая снаружи, прибыльная внутри. Автомобиль Жигули, стоимость автомобиля Жигули равнялась стоимости однокомнатной квартиры. Бизнес продолжался, пока люди верили и несли свои деньги. Когда поняли, что народный автомобиль дутый, было уже поздно. Здорово! Никого я его? Такая машина? Березовского не растерзали, его не постигла судьба Мавроди. Более того, очень скоро появилась новая бизнес-модель. Лого ВАЗ. Хотя бывший директор ФСБ называет ее не пирамидой, а уже простым мошенничеством. Лого ВАЗ – это еще одна афера, причем достаточно элементарная. Как вы помните, у нас в стране машины Жигули стоили на тот период, ну, в среднем, да, будем там, в зависимости от модели говорить, порядка 7 тысяч долларов. А за рубежом, когда мы поставляли туда, да, за рубеж, 2-3 тысячи долларов. Причина такой разницы проста. Жигули, или, как их называли в экспортном варианте Лада, никогда не были продуктом конкурентоспособным. Но продавать их хотелось, так как была нужна валюта. Вот и предлагались они за рубежом по бросовым ценам. Так вот, за счет вот этой разницы по документам проходило якобы, они реализованы там за рубежом, за 2-3 тысячи, а на самом деле реализовывались здесь по 7 тысяч. Вот разница, которая элементарно клывалась в карман организаторов этого самого Лого ВАЗа. То есть в карман профессора Березовского, считает Ковалев. Автоваз беднел, Лого ВАЗ богател. В итоге Березовский вскоре стал контролировать примерно 10% всех продаж Жигулей в стране. В 92-м году оборот его фирмы составил 250 миллионов долларов. Это были первые деньги, которые мы заработали. В то время огромные деньги, это были миллионы рублей. Многие сотрудники спецслужб, в том числе и сам директор ФСБ Николай Ковалев, писали тонны служебных записок. Результат был ноль. Правительство пишет об этом, что прямой ущерб от деятельности вот подобного рода фирмы. Ответ. Нарушение российского законодательства не выявлено. Вот два заявления Березовского о законе и бизнесе, которые разделяют всего несколько лет. Бизнес – это умение зарабатывать деньги законным образом. И чуть позже о том же самом. Я утверждаю, что все те, кто последние 10 лет не спал на печке, занимался бизнесом, занимался политикой, все без единого исключения нарушали закон, зная об этом или не зная. Зная или не зная о том, что нарушает закон, Березовский продолжал богатеть беспрепятственно. По некоторым оценкам, в первой половине 90-х годов одних только квартир и зданий в Москве и Петербурге логоваз приобрел на 300 миллионов долларов. Кое-что из исторической застройки прикупили и под собственный дом приемов. Особняк на улице Новокузнецкой в центре Москвы. Исторический дом Смирнова. Сегодня это ресторан, название которого Березовскому явно теперь ласкает слух. Революция. Хотя в 90-х олигарх был как раз против революции. Здесь располагался тот самый дом приемов логоваза. Место без всякого сомнения. Второе по значимости после Кремля. Здесь свершились судьбы людей, а подчас и всей России. Итак, это главный вход. Да, это вот самый главный вход был. Сюда заходила в то время вся партийная элита и бизнесмены, и бандиты. Кто только сюда не ездил, на Новокузнецкой. В доме приемов логоваза бывали ведущие мировые политики и бизнесмены. Медиамагнат Руперт Мердок, миллиардер Джордж Сорос, отечественные олигархи Авен, Фридман, Гусинский, Виноградов, Смоленский. Самые высокие чиновники Коржаков, Сосковец, Барсуков, Черномырдин. Считалось все, кроме Ельцина. Хотя теперь выясняется, что и он тоже. Здесь реально был езд. Действительно, да. Ну да, один или два раза здесь был. Естественно, здесь ни одного постороннего человека не было. Машина заезжала, влетала, так сказать, открывались ворота заранее. Улица перегораживалась, то есть с той стороны вылетала машина, все, ворота закрывались, и тишина. Но Кремль-2, как тогда Березовский гордо называл свой дом приемов, хранил секреты визитов не только политической элиты, но и самых, что ни на есть, ее врагов. Все абсолютно полевые командири. Вы хотите сказать, что из Басаев был? Да. И Радуев. И Радуев был, и Закаев был, и другие. Здесь же вообще клоунада было. Здесь, не буду называть фамилию, вот, с бородой, с шапки, с Остечкиным. И носится вот здесь. И, естественно, когда гражданские гости приезжали, они были в шоке. А Буре это нравилось. Вот этот адреналин ему казалось, что это, ну, это очень креативно. Ему нравился Грымов, без шнурков, на полу, так сказать, и чеченские эти, фахабиты, ну, и девочки 14-летние. А что это? Была страсть какая-то, Борис Абрич? Нет, это вот, это обыкновенная вседозволенность. Здесь вот вся эта семибаркирщина, их вот у них было, было одно, деньги, девочки там, значит, ну, кому мальчики, кому девочки, так сказать, на выбор. Вот, и все их, это их объединяло. Это их объединяло. Но крепче всего объединяло все же другое, власть. Здесь все знали и были довольны тем, что если официальные документы подписываются в Кремле или в Доме правительства, то теневые решения, задающие сам вектор всей политики страны, принимаются здесь, в Доме приема флаговаза у Березовского. Здесь мог быть назначен министр внутренних дел. Здесь происходили все правительственные назначения. Принимались все правительственные решения. Но это все уже ближе к концу 90-х, а вначале Березовский еще даже не мечтал ни о чем подобном. Я помню его приблизительно с 94-го года, собственно, когда я пришла в администрацию президента, и уже в Березовске он был. Но был он как-то вот больше в коридоре и в приемной. В высокие кабинеты Бориса Абрамовича в ту пору особо не пускали. Он часами просиживал в приемных больших начальников, но даже это оборачивало в свою пользу. За сувенир секретарю или адъютанту он умудрялся получать в распоряжение заветные вертушки, телефоны правительственной связи. Если человек звонит по АТС-1, это значит, что этот человек находится где-то на Олимпе, у кого-то вот совсем-совсем. И вот Березовский проникал к этой вертушке от АТС-1, звонил, начинал быстро «Здравствуйте, это Березовский. Я вот сейчас у Крыжакова я вот хотела сказать и у человека на том конце провода совершенно точно возникало ощущение, что, слушайте, человек звонит от Крыжаковой». Березовский очень быстро, пожалуй, быстрее прочих понял, что в ту странную пору главным был уже не профессионализм, не мозги и знания. Главным был доступ к телу, к телу президента, в которое следовало вцепиться. Если не своими руками, то через людей из ближнего круга, того же Крыжакова. Крыжаков выходил, кого-то провожал. В этот момент Борис Абрамович, он так вот лапками такими своими маленькими тучи сцеплялся в руках и начал что-то быстро-быстро-быстро говорить. А надо сказать, что говорил он завораживающе. Многие до сих пор признаются, что речь Березовского была как гипноз. И, слушая его, хотелось совсем соглашаться. Настолько он умел убедить в своей правоте. При этом, чуть позже, далеко не всякий собеседник даже мог вспомнить, в чем его только что убедили. Потому что это был такой вот поток сознания, который захлёстывал. И не только меня, но Крыжаков тоже, так сказать. И так вот с Березовским, висящим на руке, Крыжаков захотел свой кабинет. Он приходил по пустяковому вопросу. И начинал сказки, что, Васильевич, я вот ждал, ждал, проглотался, и утром не завтракал, ничего. И вот здесь шла в ход теорема, или даже инструмент под названием чай. Борис Абрамович был неубиенный приём, просто неубиенный. Я бы его советовала молодым начинающим бюрократам, так сказать, карьеристам взять на вооружение. Он садился в кресло, вот приставного столика, плюхался и говорил, «Граде Бога, с утра маковые расселинки не было, дайте, пожалуйста, стакан чая». «Ну ладно, звоню там, дайте мне чайку, дайте мне воду». Это уже позднее. Из далёкого Лондона Березовский ругал Коржакова последними словами. Когда область и силы окружающие, это существует фашизм коричневый, коричневый цвет. А тогда, в самом начале девяностых, сам факт проникновения в его кабинет был для Бориса Абрамовича великой удачей. Борис Абрамович начинал пить и есть, и с набитмиртом говорить. И таким образом он получал люфт, ну, полчаса, 40 минут как минимум. Ну, вы же не выгоните человека из кабинета, который пришёл, пьёт чай и ест, и который голоден, да? Вот и всё. Ну, я ещё говорил, говорил, пытался у тебя темно-другую, чтобы подольше посидеть. Зачем? А чтобы кто там другие в кабинете знали, что я Березов так долго принимаю. Ещё несут в Бутербург. А там, значит, ещё, может, книжку налью ему. То есть, даже вот это всё использовалось? Только для своего имиджа. В заключении них вдруг есть чём различие между англичанином и евреем. Англичанин уходит, не прощается, еврей прощается и не уходит. Впрочем, Березовский ещё долго ходил бы и побирался по высоким кабинетам, выклянчивая чай и мелкие экономические подачки. Если бы не событие, которое произошло 7 июня 1994 года у дома приёмов Логоваза. В этот день Березовского решили взорвать. Если говорить о Березовском, в тот период, наверное, он появился как политическая фигура, когда на него было совершено покушение у Логоваза. Сам взрыв был настолько вовремя и кстати для Березовского, что ещё долго потом говорили, что это он сам его и подстроил. Впрочем, сделать такую инсценировку и при этом выжить почти невероятно. Нет, инсценировкой, наверное, я бы не назвал, тем более велика опасность, что Березовский сам погиб. Это надо быть каким-то камикадзе, вообще таким высшей степени авантюристам, чтобы на это пойти. Всё произошло, когда его Мерседес, в ту пору ещё не бронированный, выезжал из ворот дома приёма флаговаза. Всё было как обычно, кроме одного. Березовский почему-то сел на заднее сидение слева, за водителем, а не справа, как всегда. Едва эти ворота успевают закрыться, раздаётся взрыв. Рядом был припаркован Опель с радиоуправляемой взрывчаткой. Охраннику, сидевшему впереди, дробит все кости и выжигает глаз, а водителю на глазах у Березовского в один момент отрывает голову. Этот страшный кадр водителя, у которого на плечах остался один подбородок, не показывали даже в жёсткие 90-е. В 10 сантиметрах от меня передо мной оторвало голову моему водителю, да? Приезжает милиция и скорая, госпитализирует 8 случайных прохожих, получивших ранения, а обезглавленное тело достают, но почему-то кладут на землю, и оно ещё долго лежит у ворот на Новокузнецкой. Приехавшие журналисты поначалу принимают его за тело самого Березовского, но очевидцы удерживают их от сенсации. Их рассказ звучит как фрагмент голливудского боевика. Через несколько секунд после взрыва задняя дверь Мерседеса открывается и, пошатываясь в дымящейся одежде, выходит пассажир. Сильно обгоревший и посечённый осколками, но живой, Березовский в ту секунду делает шаг уже в публичную политику. Я являюсь членом президентского теннисного клуба и 12 июня президент собирает членов этого клуба для того, чтобы отметить это событие. И он меня тоже пригласил в 1994 году. У меня был ужасный вид. У меня было лицо всё перебинтовано, руки перебинтованы. И, честно сказать, я раздумывал, пойти мне на это торжество или нет, или не омрачать себя. Но я всё-таки решил пойти, чтобы президент увидел вообще, что происходит уже с людьми, которые совсем рядом, так скажем. Президент Ельцин на следующий день впервые заявляет о криминальном беспределе в России. Пресса перебирает всех недоброжелателей Березовского от конкурентов-олигархов до солнцевских бандитов, с которыми Березовский охотно, но слишком грубо входил в контакт. Врагов у него было, в принципе, достаточно. До сих пор не установлено, кто это сделал. Часто обвиняли в этом известного авторитета Сильвестра. Там действительно был конфликт, связанный с автомобильным всероссийским альянсом. Но установить, был ли Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр причастен к покушению на Березовского, никто не успевает. Самого Сильвестра тоже взрывают. Происходит это через два месяца на Третьей Тверской-Ямской. Кто-то закрепил взрывчатку под днищем его Мерседеса. Но в случае с Сильвестром все было сделано очень профессионально. В отличие от олигарха, рэкетир гибнет на месте, его убийство остается нераскрытым. Сильвестр уходит на Хованское кладбище, а Березовский заходит в околокремлевский бомонд. Борис Николаевич в свое время создал президентский клуб. И вот 12 июня 1994 года. В этот день в президентском клубе многолюдно. Козырев, Хазанов, Пал Палыч Бородин. Все друг другу знакомы, но одно лицо приковывает общее внимание. Потому что в бинтах. А вот там за бинтовым глазом весь обгорелый это Борис Березовский. Впервые я его узнал и был он мне представлен самим Борисом Николаевичем именно этой встречи 12 июня 1994 года в особняке на Косыгина. Березовский, пользуясь статусом мученика, пострадавшего за все свободное предпринимательство России, оказывается в центре собрания. Ему сострадают и сочувствуют и скромно расступаются, когда он подбирается к президенту. У меня просто лысь, она была опаленная, она розовая была. Волосы сгорели там. последние. Ну, видно было, что не себя. Вот это так попало. А дальше если ты член президентской клубы, тебе легче войти и в Крем, легче ходить в кабинеты. Кто там такой весь измордованный? Весь в бинтиках, при чмочках, при мочках и прочее. Это было через неделю после покушения. Знал бы в тот день Иван Петрович Рыбкин, что спустя 10 лет после знакомства с Березовским он сам будет измордован так, что навсегда уйдет из политики. Но, дружившись с олигархом, он пошел на его проект «Рыбкин – президент России». Эта история долгие годы оставалась запутанной, но именно сегодня мы сможем в ней расставить все точки. Скандал разразился 7 февраля 2004 года. В этот субботний день Центрозбирком как раз зарегистрировал Ивана Рыбкина кандидатом на пост президента России. Тогда же вдруг стало известно, что уже почти двое суток Ивана Рыбкина не могут найти. Ушел из дома, никого не предупредив, мобильный телефон выключил. Супруга Ивана Петровича обратилась в ОВД «Арбат» с заявлением «По факту исчезновения Ивана Рыбкина тут же завели уголовное дело», газеты вышли с новостью номер один. В то время я работал генеральным прокурором Украины. В тот момент, когда мы получили сигнал о том, что пропал кандидат президента России Рыбкин, включилась служба безопасности, Министерство внутренних дел, была создана следственная группа. А тревогу спецслужбы Украины подняли вот почему. В пограничную службу республики обратился некий авторитетный человек. Дескать, надо изъять из базы данных отметку о прохождении российско-украинской границы одного знакомого. Пограничники пообещали, но, услышав фамилию, были поражены и сразу тихо сообщили в службу безопасности. Пропавший Рыбкин-то на нашей территории. Он въехал в Украину по собственной воле. Его сопровождали два человека, которые представляли собой, скажем так, некоторые фигуры из оранжистов, которые боролись в тот момент за власть. Это начало 2004 года, накануне президентской выборы. За оранжистом установили слежку и уже скоро выяснили многое. Мы установили, что дирижеры находились за пределами Украины. Звучали фамилии и того же Бересовского и Патрика Цашвили, которые были причастны к исчезновению Рыбкина. Отрабатывалась версия о том, что его могли физически устранить. План очевидно и правда был жесткий. В телефонном разговоре, который вел Борис Березовский с одним из украинских участников операции Давидом Жваний, он называет кого-то девушкой. Но Жвания, видимо, не настолько искушенный в конспирации, говорит о девушке он. И у него, обещает Жвания, все будет очень жестко. Приветствую. Приветствую. Как дела? Нормально все, все хорошо. Как у вас? Очень, очень, очень больно, чем у нас там исчез человек. Так. Но, я не знаю, в курсе ты или нет, но его зарегистрировали. Есть, да? Зарегистрировали Ивана Петровича. Супер, супер. Мне очень важно, чтобы одна вещь очень важна, чтобы девушка ни в коем случае не изменила планы своего. Нет, я вчера расстался с девушкой под утро. Мы проговорили до утра. Вот, он очень нуждался в общении. Ага. Вот, поэтому мы с ним почти к утру уже расстались. Так что у него все очень жестко, он все будет действовать, как... Не, но мне важно, мне важно, чтобы в связи вот с тем, что происходит... Да, я понял. ...не было изменения, решения. Вот что? Вот это очень важно. Я понял вас. После истории с Гангазой нам не хватало только еще смерти кандидата в российский президенты на территории Украины с всеми вытекающими отсюда последствиями. Задумка была гениально коварной. Если зарегистрированный кандидат в президенты России бесследно исчезает, по закону выборы отменяются. Причем все те, кто баллотировался параллельно с ним, теряют право выставлять свои кандидатуры на новых выборах. Это с одной стороны, а с другой, разумеется, грандиозный международный скандал. То, что Борис Абрамович делает неоднократно и везде. Следствие установило, что Рыбкин в Москве, уходя из дома, 5 февраля 2004 года, отпустил свою охрану и встретился с Сергеем Бессмертным, братом украинского оппозиционера Романа Бессмертного. Для конспирации они поехали на машине в Калугу и на поезд садились там. А в поезде Рыбкина уже ждали темные личности. Они заняли купе заранее в Москве. Проходила оперативная информация так, что когда его везли в поезде или сопровождали вот лица, там, не помню, граждане России еще были, а Сатурян нас вот этот бессмертный встречал. И если политиков к этой операции привлекал Березовский, то откровенных уголовников, как предполагается, Бадри Патракоцешвили. Вот разговор Сергея Асатуряна с неизвестным подельником. Мы подгрузим как положено. Ваню подгрузим, Ваню. Какого Ваню? Ваню, Ваню, Иван Петровича. Да ты что? А что ты думаешь? Когда они приехали сюда, они сняли одну квартиру, потом перевезли его на вторую квартиру. Когда потом уже мы его нашли и он давал объяснение, он был в каком-то коматозном состоянии, я бы сказал. Знаете, как в прострации, как вроде бы человек находится под воздействием какого-то наркотического или психотропного вещества? Выписывается в гостиницу, выписывается человек. Я еду в аэропорт, человек едет в аэропорт, я беру билет, прямого самолета на Москву нет, до определенного города, он прилетает туда. Это мне так надоело. Здесь даже более емкое слово. Обрыдло. Рыбкина выманили из Москвы под предлогом тайной встречи с Масхадовым. Кандидат в президенты России мечтал в предвыборной гонке объявить «Я остановлю войну в Чечне». Эта встреча по надуманным мотивам, предлогам постоянно откладывалась. Так информировали Рыбкина, дескать, тогда встреча будет с Масхадовым, он сыграет важную роль в твоей судьбе. Задерживается встреча, откладывается на день, на два, на три. Его окружали лица с уголовным прошлым, он был со всеми мерами предосторожности, фактически инкогнито, привезен в Киев на заранее снятую квартиру, где он фактически находился в изоляции на данной квартире, и СБУ владела объективной информацией, достоверной информацией о том, что жизни его реально угрожает опасность. Отсюда из конспиративной киевской квартиры Ивана Рыбкина и его доброжелатели должны были везти в Варшаву. Сотрудники СБУ изъяли уже купленные билеты на поезд, но до Варшавы он бы не доехал. То, что вы сейчас услышите, уникально. Впервые с февраля 2004 года, когда было совершено похищение Ивана Рыбкина, тогдашний руководитель Службы Безопасности Украины Игорь Смешко впервые решает приподнять занавес секретности над теми событиями. Факты ошеломляют. По информации, имеющейся в то время в Службе Безопасности, Ивана Рыбкина могла ожидать очень незавидная судьба. В районе Львова теоретически мог быть найден в скорости труп Ивана Рыбкина. Какова могла бы цель? Дестабилизация ситуации на Украине и в России. Не забывайте, что Иван Рыбкин был кандидатом в президенты Российской Федерации. Это был бы двойной удар как по политическому руководству Украины того времени, так и по политическому руководству России. Все должно было выглядеть так. Мстительный Путин заказал, а коварный Кучму исполнил. Причем так, что специально еще и подставил ненавистных ему западенцев. Блестящая комбинация. Майдан должен был начаться раньше. Возмущенные жители западных областей Украины пришли бы сметать преступника Кучму. А в это время в России отменяются выборы. Путин после гибели соперника не имеет права снова баллотироваться и власть временно переходит к премьер-министру. А это Михаил Касьянов. Фигура более чем удобная для олигархов вроде Березовского. Но повернуть историю вспять тогда не позволил профессионализм украинских спецслужб. Не было сделано ни единого выстрела, квартиру на Крещатике даже не пришлось штурмовать. Здесь все произошло мирно, тихо. Рыбкин вполне скажем так спокойно уехал назад в Москву после того, как все причастные поняли, что операция сорвалась. Вас удержим на ремонт. Меня удерживать очень сложно. Но я считаю, что в Киеве есть и хорошие люди. Только мне очень благодарны. Я очень доволен, что я вернулся. Он вначале сделал заявление для прессы, как вы помните, о том, что он был похищен. Но после того, как он вышел на свободу и слетал в Лондон, затем он заявил о том, что он приехал к друзьям. он фактически снял все свои прежние заявления, дезавуировал их. Лондон изменил Ивана Рыбкина больше, чем Киев. После срочного вызова к спонсору своей предвыборной кампании на пресс-конференции он делал новое заявление под зорким взглядом Ахмеда Закаева. В сегодняшней России говорить правду порой невозможно даже претенденту на пост руководителя страны, президента страны. Все мои заявления последних дней в Киеве, в Москве не соответствуют действительности и были вынуждены. Деньги. Деньги, еще раз деньги. К сожалению. К сожалению, миром правят часто деньги. Я думаю, что Березуцкий опять его банально купил. Что касается Киева, я об этом говорил еще раз хочу сказать. конфиденциальная встреча предполагалась. Поехал, уехал, а что дальше? Повторяться просто не хочу. С приходом к власти Ющенко, а вместе с ним и некоторых фигурантов дела Рыбкина, допросы подозреваемых сначала остановили, потом распустили и следственную группу. Дело это завершилось в конечном битве ничем. И никто не привлечен к уголовной ответственности. Никто не осужден. Так что наказанными оказались только непосредственные исполнители незаконченного преступления. Телефонные переговоры уже упомянутого Михаила Асатуряна с подельником как крик отчаяния от вопиющей несправедливости. Денег-то им так и не заплатили. Хм... Хм... Пройдет, Вась, если там дали, сука, лаве, и мимо нас прошло, да хм... Пройдет. Я так думаю тоже. Хм... Пройдет, Сережа, не хм... Себе дали лаве на нас, ладно, хм... Половину возьмите себе, половину дайте нам. И послушай меня, я говорю, Киевский банк Диамант, вот, пришли деньги в сумме 473 тысячи долларов. Это несчастность. Да. Самый основной вопрос, сколько же это вообще должно стоить сорвать, сука, выборы? Ну да. Отставные генералы показали документ, который по традиции спецслужб никогда не будет публичным. Это приказ о награждении участников украинской операции российскими орденами. Подпись Путин. За принуждение бандитов к миру, шутит Игорь Смешко. Но не все уголовные дела на Березовского легли, как на Украине, в долгий ящик. Россией он был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве, отмывании денег, попытки насильственного захвата власти. С 99-го года против него ведет следствие прокуратура Швейцарии. Ордер на его арест выдавал Интерполу Бразилии. Здесь Березовский обвиняется в мошенничестве и отмывании денег через футбольный клуб. Для Бразилии футбол это и вера, и надежда, и любовь на одном поле. Он важнее политики, он важнее всяких выборов, он важнее даже денег, потому что футбол это религия со своими иконами. И одна из самых почитаемых икон, вот она, это клуб Коринтиенс. На него молятся 30 миллионов фанатов. И однажды эту икону осквернили. Сильнейшая команда Бразилии получила от Березовского такой удар, что скатилась во второй дивизион и до сих пор зализывает раны. Все началось с того, что в 2004 году некий иранский бизнесмен Киа Жоробчан предложил клубу Коринтиенс крупные инвестиции от никому незнакомой компании Media Sports Investment Limited. Спортивные чиновники и руководство клуба с радостью согласились. Это была компания, созданная совсем недавно, с очень маленьким первоначальным уставным капиталом. Это привлекло мое внимание. Я тут же определил, что речь идет об отмывании денег и начал свое личное расследование. Вместе с бразильским агентством разведки мы обнаружили, что за этим стоял Борис Березовский. По досье, по архиву на него мы получили быстрый доступ, потому что он был известен в преступном мире. Официально, впрочем, опытный Березовский в покупателях клуба Коринтиенс не значился. Схватить его было не за что и уже вскоре бразильский клуб ликовал от счастья. Он получил первые 52 миллиона долларов. Впервые в истории для клуба покупались звезды мирового футбола. Но каким образом? Когда переговорщики договаривались о цене, и сделка проводилась, и всегда наличными денежными средствами, и, безусловно, совершалась всегда за пределами официальной отчетности, это наводило на большое подозрение. Подозрения подтвердились фактами. Чемоданов с долларами было значительно больше, чем стоили звездные игроки. У Бориса был большой капитал. Он и сейчас обладает большим капиталом. И это деньги, отнятые у русского народа, которые нужно направить в европейскую экономику официальным путем. И таким путем стала операция по отмыванию денег. И была найдена форма, как это сделать, через инвестиции футбольных игроков. Клубный отель «Уник» в Сан-Пауло с виду не то ковчег, не то кусок арбуза обходился Березовскому в 12 тысяч долларов в сутки. Именно сюда выехала федеральная полиция для его ареста. Но не тут-то было. В бразильской полиции на Березовского уже работал какой-то крот. Он оповещает олигарха об опасности, и тот успевает улизнуть. Но вооруженный кортеж Ромео Тума с наручниками продолжает преследование. И тут я получаю звонок от министра юстиции Бразилии, который мне говорит «Нет, нет, вы не можете его арестовать, потому что у него статус политического беженца в Англии». Постойте, у него статус политического беженца в Англии, а не в Бразилии. А здесь он находится в международном розыске. Я сказал министру, если бы его преследовали по политическим мотивам, Интерпол никогда не выдал бы на него красное оповещение, которое дается для опасных уголовников. Все уже было слишком запущено. Березовский к тому времени пообещал высоким чиновникам Бразилии инвестировать миллиард в экономику страны. Он построит газопроводы, порты и заводы для производства этанола, а еще купит местную авиакомпанию. Сирены полиции в Сан-Паулу его уже почти не пугали. В этот момент Березовский, вероятно, разглядывая самый крупный город Южной Америки с высоты последних этажей, уже знал, что он купит ни эти здания, ни порт, ни авиакомпанию, ни футбольный клуб. Он купит крышу. Наивные бразильцы даже слова такого не знают, но им предлагалось поиграть в Россию 90-х. Гоняясь за Березовским, потомственный полицейский Ромео Тума до звонков из правительства искренне не понимал, что происходит. Ему звонили и сказали, что Борис может стать важным человеком для впрыскивания денег в рабочую партию, соратника президента Лулы. Приверженцы этой партии обладают наибольшей властью, а сегодня одним из них является президент Дилма Русеф. Позвонили и сказали, он не должен арестовывать его, потому что тот может привлекать деньги в политику в обмен на то, что Министерство юстиции выдаст ему гражданство. Вот что было целью, наконец понял детектив Ромео. Березовский хотел сменить чопорную зарегулированную Англию на перспективную и бесшабашную Бразилию и готовил для этого все, к чему так привык в России при Ельцине. Своя власть, свой бизнес и полная свобода. Нужны лишь гражданство и гарантии того, что его не выдадут Москве. Его целью было приехать сюда с уверенностью, что он останется здесь лордом, а он не получил этих гарантий, потому что здесь был я, я следил за ним. Преступников Бразилия не принимает. Пока я жив, ноги его здесь не будет. Не будет ему здесь сладкой жизни. Деньги, которые он украл, очевидно, принадлежат не только государству России, но и русскому народу. И Англия не может давать приют людям, которые обокрали население такой страны, как Россия, к тому же в 21 веке. Эти деньги Англия должна была бы вернуть России и уже бы депортировать его туда, чтобы он отсидел в тюрьме, отбыл наказание, которое он заслужил за те преступления, что совершил. Главе бразильского Интерпола удается привлечь на свою сторону часть правительства. Он едва не устраивает политический раскол, но добивается санкции. Вот кадры с камеры наблюдения в аэропорту Сан-Паулу. Допрос Березовского продолжался в 8 часов. У него изъяли ноутбук, различные документы. Нашли кое-что, после чего бразильское гражданство Березовскому уже не светило. Я дорого заплатил за это. Я получал смертельные угрозы. После отъезда Березовского из Бразилии клуб буквально загнулся. Финансовые реки прекратились, звезды уехали, из команды бежали даже свои форварды. Такого удара по имиджу клуба не было за всю его вековую историю. Коринтианц остался брошенным, стал прокаженным, перешел во второй дивизион и исчез. Это было, как если бы Дед Мороз заболел на Новый год. Впоследствии Бразилия приостановила свой ордер на арест Березовского. Многие связывают это с тем, что у власти осталась та же рабочая партия, многим из которой олигарх, видимо, успел сделать приятное. Для всех остальных в Сан-Паулу его имя вслух лучше не произносить. Хотя, если бы Березовский все-таки переехал в Бразилию, местные министры пострадали бы первыми. Им бы наверняка пришлось по очереди ездить в какой-нибудь дом приемов, чтобы согласовывать с ним бразильскую политику. Олигархические лекала-то у Березовского остались от России 90-х, приемов логоваза к нему ездили все. Меня всегда удивляло, когда человек в рамке премьер-министра или там первого вице-премьера помог тебе всегда ездить, либо встречаться надо на нейтральной территории. Чего ехать-то вот в такие места, которые пользуются не очень такой хорошей репутацией, где тебя еще и запишут, а потом, если надо, тебя этим же будут шантажировать. Идиатизм какой-то. Какой бы такой? Сто процентов-то делалось. Тем более, в бизнес-клубе логоваза, он, в принципе, одноэтажный, но там есть такой флегелек, там был второй этаж, там было две спальни. Но кое-кто из известных и поныне людей появлялся в спальне. Не один. Дом приемов логоваза на тот момент был, пожалуй, самым технически совершенным шпионским местом. Встречи здесь фиксировались, разговоры записывались. Я скажу честно, что на тот период техника, которую закупил Березовский за рубежом, превосходила имеющуюся на вооружении спецслужб технику. И эти записи становились мощнейшим инструментом воздействия, особенно если гость, очарованный хозяйским радушием, терял тормоза и принимал угощение за угощением. Был специально обученный человек, который и ныне, так сказать, здравствующий, более того, даже ведущий одной из передач на Центральном телевидении. Он сутенер по своей сути обыкновенно. Он возил сюда шлюх, ему заказывали, так сказать, все тоже для личного употребления. Сначала это были женщины 30 лет, 28, потом 25, 20, потом 15-14 лет. Это же практически дети, вы их сами видели. Я ему так сказал, я не знаю, я говорю, Боря, я говорю, ну это отвратительно, мерзостно. Сергей Соколов, человек, которому Березовский неоднократно был обязан жизнью. Он основатель его личной службы безопасности. Это была не просто охрана. В ней был отдел аналитики, технический, силовой отделы. Соколов не стал изобретать велосипед и за основу для домашней спецслужбы шефа выбрал израильский Моссад. Новейшее оборудование позволяло делать все. Спецы подслушивали и следили даже за семьей Ельцина. Досье копилось на министров, чиновников, бизнесменов. Личный Моссад Березовского только на агентуру утратил ежемесячно 100 тысяч долларов, а в целом на содержание спецслужбы отводилось до полумиллиона долларов в месяц. Просто так в дом приема флаговаза попасть вообще было невозможно. Да и те, кто удостаивался такой чести, могли часами ждать высочайшей аудиенции в отстойниках разного уровня престижности. Тут люди же делились на как бы кому-то зеленый свет, кому-то, так сказать, в отстойник. И здесь залы все определялись. Вот ты заходишь и видишь, кто в каком зале сидит, это и видно, собственно говоря, значительный статус, статус человека. В Москву ходила сюда. Ходили же, естественно, за одним, там, устроиться на работу, дайте денег. По три часа можно было ждать Бориса Абрамовича, по четыре часа. Борис Абрамович проходил мимо, говорит, ой, ты знаешь, я про тебя забыл там, ну, ничего, давай завтра, и все. То есть никакого там не было там, что неудобно, там человек ждет. Никогда с этим, естественно, никто не считался. Борис Абрамович здесь был абсолютный король. Ну, он и в стране был король, что греха таить. Серж, ты останься здесь. Да. Все, останься здесь. Королевский статус в прямом смысле приобретался, причем недорого. Чиновники, отвечавшие за социалистическую собственность, накопленную народом за 75 лет советской власти, были бедны и алчны. Продавшись за рубль, они предоставляли благодетелям возможности на миллиарды. Самое ужасное, что достаточно было там, я не знаю, повезти человека в Сент-Морец на лыжах покататься, просто министры, не будем сейчас называть имен, да, вот, и Абсолютно реальных, абсолютно реальных министров, там, вот, просто повезти в Сент-Морец покататься на лыжах один раз. И все, и дальше к этому министру можно было приходить и решать вопросы. Или там были какие-то загородные рестораны, это уже семья банкерщины, да, клубные такие, вот пропуск в этот ресторан, который позволял въехать и постоловаться там, не заплатив. В общем, ну, деньги-то невелики были, в общем. Это тоже давало определенную, это было, правда. Похоже, примерно так Березовский получил право курировать Аэрофлот. Авиакомпания, дескать, Совковая, ее надо учить западному менеджменту. Никто почему-то не вспомнил, что Аэрофлот на тот момент был одним из самых эффективных предприятий отечественной экономики. Чистая прибыль для страны почти 100 миллионов долларов ежегодно. Кроме того, Аэрофлот имел кое-что более ценное. Это был бренд для Запада, имя, которое само по себе капитал. Аэрофлот тоже махинация чистой воды была. Сознательная абсолютно. Ну, конечно. Это были бы тематические просчеты абсолютно и точно. Помимо того, что Аэрофлот зарабатывал на собственных перевозках, через него в бюджет страны непрерывным потоком шли деньги, которые платили все ведущие авиакомпании мира за право пролетать над огромной территорией нашей страны. по транссибирскому маршруту. Сумма немалая. До 300 миллионов долларов в год. Авиакомпании перечисляли деньги Аэрофлоту, а тот автоматически переводил их в бюджет страны. Так было до 95-го года. До того момента, когда в Аэрофлоте всем стали распоряжаться Березовский и пришедший с ним по Таркацешвиле. Березовский, Березовский, пользуясь своей, конечно, непомерной силой тогда, организовал так, что Аэрофлот перечислять эти деньги в бюджет перестал. Они стали собственностью Аэрофлота и собственностью, можно сказать, Березовского и пошли вот в эту Андаву. Ну, грубо говоря, в общем-то, для воровства бюджетных, государственных денег. Фирма Андава. Такие в бизнесе называют помойками. Через них отмываются деньги, благодаря им уходят от уплаты налогов. Если говорить о фирме Андава, то это общество с ограниченной ответственностью, с составным капиталом в 10 тысяч рублей. Два человека учредители. Березовский, да, и с другой стороны граждане Швейцарии. А вся валютная выручка Аэрофлота сосредоточена там, на счетах этой фирмы. Мешал этой прекрасной схеме лишь директор Аэрофлота Тихонов. Березовский включил проверенный метод. К Тихонову стал регулярно захаживать Бадре Патракацишвили. Его только появление в моем кабинете приводило меня всегда в ужас. Я боялся его. В конце концов Владимир Тихонов был уволен. В кресло главы Аэрофлота сначала сел ничего не понимающий в бизнесе маршал Шапошников, а потом зять Ельцина Валерий Околов. Хороший администратор, который, тем не менее, мало что мог противопоставить Березовскому. А потому кинулся искать советы и поддержки. Ничего лучше не придумывал, как попросить с ко мне на встречу. Ну, деваться некогда. Мы в одном доме жили с соседями. Ну, что, Валерий, приходи, еще к вам, бутылочку с тобой съедим и поговорим. Ну, мы съели две бутылочки. Основная тема была, что вот, как ему быть, потому что его коллектив выбрал ему. Ельцина вроде тоже советуют. Там Березовский так все захватил, что он боится. Страхи были вполне обоснованными. Когда стало раскручиваться дело аэрофлота, масштабы хищений ошеломили даже многоопытных сотрудников спецслужб. И это был, пожалуй, первый случай, когда Березовскому пришлось отвыкать от неприкосновенности, которую, как ему могло показаться, он честно заработал, выжив после того самого покушения. Я действительно считаю, что это подарок. И как к подарку я отношусь к этому более легкомысленно, чем к тому, что заработано тяжелым трудом. Похитил как минимум свыше 150 миллионов долларов. Это то, что только удалось доказать. Здесь зарождалось НТВ. Отдавать Гусинскому НТВ или не отдавать? Вот здесь родилось рождение УРТ. Общественное российское телевидение было тоже идеей Березовского. Уже тогда он прекрасно понимал значение и убойную силу информационных войн. Андрей Луговой, который в 96-м возглавлял Департамент безопасности УРТ, хорошо помнит, как именно использовал Березовский телеоружие. Мероприятия федерального масштаба как то выкуп компании Сибнефть, как то захват алюминиевого бизнеса в России. Все это, безусловно, обеспечивалось в том числе телевидением. В том числе обеспечивали вот те разного рода военные действия, которые проходили на территории Красноярского алюминиевого завода, да и других алюминиевых заводов, результатом чего было создание компании «Русский алюминий». Люди, которые подбирались Березовским в руководство УРТ, в первую очередь должны были соответствовать главному критерию. И это не был профессионализм. Основным была личная преданность самому Борису Абрамовичу. И как только руководитель этого департамента принимал какие-то собственные решения, так принимались решения сразу об их отставке. Из ряда преданных выбивались всего несколько человек. Одним из них был Владислав Листев. Известная на всю страну фигура, он был редким человеком на УРТ, кого не вгоняли в трепет связи Березовского с окружением Ельцина. Листев говорил, что сам дойдет до президента, если будет нужно. Как генеральный директор УРТ он затеял хозяйственные реформы, одной из целей которых был порядок в рекламных потоках. 1 марта 1995 года Влада Листева застрелили в подъезде собственного дома здесь, на Новокузнецкой улице, по соседству с тем самым домом приемов Логоваза. Вот этот теневой рекламный бизнес, в который вмешался Листев, мог послужить основой для принятия такого варварского решения о его устранении. Тогда было принято решение заместителем генерального прокурора Гайданова о задержании Березовского в качестве подозреваемого. Когда убили Влада Листева, то первый приезжал Березовский. Собирается кто? Обычно вор кровь и все кричит «держи вора». Я действительно уверен, что кроме как бред это восприниматься не может. Причастность Березовского к тому громкому преступлению доказана не была. Следователь, объявивший раскрытие преступления и затребовавший ордеры на арест и ряда известных лиц был отправлен в принудительный отпуск. Не случайно говорить, что надо устанавливать в первую очередь мотив, кому это было выгодно. Очевидно, что это было выгодно Березовскому и тем компаниям, которые контролировали рекламный рынок вместе с ним. Кстати, именно с этим моментом в хитросплетенной биографии Березовского связано появление на историческом горизонте такой фигуры, как Александр Литвиненко. Именно он, тогда один из тех, кто после покушения охранял Березовского, с оружием в руках, прикрываясь удостоверением сотрудника ФСБ, не дал арестовать шефа, когда за ним пришли по делу Листьева. Березовский за это потом долгое время будет благодарен Литвиненко. Но об оказанной услуге довольно быстро забудет и сам Борис Абрамович и широкая общественность. Сегодня имя Александра Литвиненко увязано лишь со словом полоний. В ноябре 2006 года мировые СМИ заставили массу народа заглянуть в таблицу Менделеева. Теперь даже те, кто никогда не интересовался химией, убеждены, полоний это изотоп, которым убивают людей сотрудники ФСБ. Ведь именно полоний был назван в качестве основной причины смерти Александра Литвиненко. И Горбачев и Ельцин они действительно сделали революцию в России. Как Путин связан с этим, он создавал контрреволюцию в России. Эти фотографии умирающего Литвиненко обошли весь мир. Под подозрением изначально оказались два человека, с которыми встречался потерпевший незадолго до того, как почувствовал себя плохо. Это итальянец Марио Скарамелло, его сразу обвинил в отравлении сам Литвиненко, попав в госпиталь, и россиянин Андрей Луговой. На него позже указал Скотланд-Ярд в официальных выводах следствия. Совершенно если прочитать первый раздел отчета Скотланд-Ярда, то невооруженным глазом видно, что Литвиненко боролся с режимом власти в России, поэтому был убит. А в конце, а Луговой работал в КГБ. Такая вот связь. Ни доказательств, ни свидетельских показаний, ничего, просто выдумка. Скотланд-Ярд между тем указывает на карту Лондона, от которой станет плохо любому англичанину. Это следы полония, более чем в 30 местах, которые, как считает полиция, тянулись за Александром Литвиненко из гостиницы «Миллениум» после его встречи 1 ноября с Луговым и двумя его коллегами, включая жителя Гамбурга Ковтуна. В гостинице была найдена загрязненная радиацией чайная чашка, из которой, как предполагает полиция, Литвиненко и выпил отраву. Из 4 миллионов камер слежения по всему Лондону этот момент ни одна камера не зафиксировала. Самое интересное, что во всех местах, где мы встречались с Литвиненко, где были обнаружены следы полония, там нигде не работали камеры. То есть камеры установлены, но когда мы встречались, они чудесным образом не работали. А дальше интересна хронология. В отеле «Миллениум» Литвиненко был в 16.00, но двумя часами ранее он был здесь, в суши-баре Итсу, на Пикадилли, где встречался с итальянцем, о котором британская пресса, увлекшись луговым, как-то быстро забыла. А полоний-то, может быть, начинался с него. Литвиненко любил эту сетевую забегаловку не иначе, как за ее простоту и ненавязчивый сервис. Полное самообслуживание, незатейливые закуски, чай в картонных стаканчиках. Литвиненко по логике полиции, еще не зараженный полонием, пригласил сюда Марио Скарамелло, который привез ему из Неаполя какие-то якобы секретные документы. Литвиненко здесь тоже пил чай. И после его смерти здесь, в Итсу, все-таки нашли полоний. Но откуда, если он появился только спустя два часа в отеле «Лугового»? Следствие ответило, полоний был найден не за столиком, где сидел Скарамелло, а рядом, где еще раньше Литвиненко встречался опять-таки с Луговым, за две недели до Скарамелло, 16 октября. После этого об итальянце почти забывают. Хотя удивительно, как разобрались в столиках полицейские, когда в этом баре камер наблюдения тоже не было. И сейчас нет. Мы решили отправиться в Италию, чтобы встретиться с Марио Скарамеллой. После скандала с полонием он крайне редко давал интервью, но с нами согласился встретиться, так как, по его словам, и сам желает найти истину. Это мои апартаменты. Хочу заметить вам, что Литвиненко никогда здесь не бывал. Профессор Скарамелло говорит, что полониевый скандал перевернул всю его жизнь. После того, как Литвиненко обвинил его в отравлении, в итальянском офисе юриста начались обыски. Это ударило по репутации Скарамелло, у него сорвался ряд дел, которые он вел как адвокат. Без доказательств мне было выдвинуто обвинение, и ко мне были применены очень жесткие меры пресечения, без единого доказательства. Все это результат сверхвнимания к моей персоне, которое началось с фальшивого обвинения со стороны Литвиненко. Как адвокат я признаю, что стал жертвой клеветы. Я пострадавший от этой клеветы. Да. Но я не обвиняю Литвиненко, могу себе представить его положение. После смерти Литвиненко появляется его предсмертная записка, где в своем отравлении он уже обвиняет Путина и Кремль. Близкие погибшего зачитывают записку публично, и после этого версия о том, что КГБ в лице Лугового уничтожает оппонентов российской власти, становится в западной прессе основной. К чести британских спецслужб они в это время проверяют все, а не только публичные версии. Неаполитанские карабинеры по просьбе лондонских коллег буквально трясут с Карамеллу, хотя официально считается, что он уезжал из Лондона без всяких следов полония. Сенат Республики, суд, государственная школа, где учились мои дети и где находились тысячи учеников, были эвакуированы и обысканы в поисках полония. Мой дом был осмотрен десятком агентов и пожарных. В поисках полония они даже подняли пол. Каковы результаты проверок? Они засекречены. Почему? Как вы думаете, почему? Почему они держатся в секрете? Не знаю. Знаю, что полиция, судьи обращались с требованием предоставить эти анализы. Пока доступа к ним нет. Мы получили доступ к некоторым секретным документам, где фигурирует место, куда Скарамелла вернулся из Лондона сразу после встречи с Литвиненко. Отель Эксельсиор на Капри. Там он снимал апартаменты, работая судьей на острове. Пару дней ждем погоды на море и плывем на Капри. Вообще у дела Литвиненко исключительно респектабельная география. Лондон, Гамбург, Сенегалия и вот теперь остров мечты в Терренском море. Здесь когда-то жили Чайковский, Горький, Бунин, Ленин здесь писал труды о мировой революции и вот теперь спустя сто лет Капри вписан в историю мировой авантюры. И если этот остров жемчужина Италии, то Эксельсиор это жемчужина острова. Здесь вряд ли вспомнят всех гостивших голливудских звезд, миллионеров и мировых политиков. Их было слишком много. Предварительно обратившись к управляющему с просьбой о съемках, получаем ответ. Мы рекомендуем вам никогда и ни в коем случае не связывать наш отель с делом Аполлонии. Встречают нас соответствующе. Я запрещаю вам съемку, выключите. Мы вам писали и я повторяю. Здесь никогда не жил никакой сеньор Скарамелло. Хозяин роскошного отеля конечно не мог знать, что у нас есть кое-какие документы с грифом «Строго для служебного пользования». Итак, Управление карабинеров по охране окружающей среды, протоколы проведения оперативных мероприятий в отеле Excelsior Parco DiCaprio 4 декабря 2006 года. В тот день в апартаменты номер 22 зашли карабинеры, а с ними люди в защитных костюмах и с дозиметрами. Теперь идем туда и мы снова в сами апартаменты. Но хозяин отеля, закрывшийся в кабинете, вызывает полицию. Теперь карабинеры уже приезжают за нами и собирают паспорта. Или вы отдадите то, что вы сняли, или мы подаем на вас в суд за вторжение в частную собственность. Борьба этой милой девушки за имидж отеля вызывает даже уважение, но документы обескураживают. Скарамелло, Марио, контрольные мероприятия в отеле, радиометрический мониторинг внутри номера 22 произведен спецоборудованием прямым способом и косвенным при помощи анализа образцов проживающего. Образцы исследовал сеньор Лучо Беллино, региональный центр радиологии. На 13 фотографиях данные альфа-излучения унитаза, БД, поддона душевой кабины всего 7 предметов. Пиковые значения присутствия полония-210 показал анализ кала проживающего. Источник заражения по образцам определить невозможно, следует из секретного отчета. Но есть ответ. Марио Скарамелло после встречи с Литвиненко оказывается летел в Италию с таким же шлейфом, как и Андрей Луговой в Москву, как и его коллега Андрей Ковтун в Гамбург. То есть все выявленные следы полония ведут из Лондона, а не наоборот. И Сколтентьярд об этом знает, но прессе как будто не говорит. Полоний обнаружен на самолете трансэра, который летел в Лондон. Ничего не обнаружено. Так вы напишите, мы проверили, не обнаружили. Они молчат, они не упоминают это. Если предположить, что источником радиоактивного заражения мог быть сам Литвиненко, то как доказать, что он им стал еще до встречи со Скарамеллой и Луговым? Ведь по заключению Скотлэнд-Ярда вся эта рождественская подсветка Лондона альфа-излучением выходила из отеля Лугового. Не раньше. Удивительно, что английская пресса азартно перечисляя все места в Лондоне, которые оказались заражены полонием, как-то не заметила один клуб. Кажется, весь мир узнал о том, что такое гостиница Миллениум, что такое бар Итсу, а вот это место недалеко от Пикадиллия. Клуб Хайджо и ресторан Абра-Кадабра как будто табу. Он просто пропал из полониевой географии Лондона. Между тем, это ключевое место, которое полностью ломает всю официальную версию Скотлэнд-Ярда. Заведением на Джермейн-стрит владеет лорд Дэвид Уэст. Своё состояние он оценивает в 30 миллионов фунтов стерлингов и считает, что к своим годам он воплотил мечту. Построил в центре Лондона нечто настоящее русское. Ну или то, как оно ему видится. Это место задумано как волшебная страна из сказки про Алису в «Стране чудес» для взрослых. Каждая кабинка отличается индивидуальным дизайном. Например, там у нас есть кабинка для меломанов. Да, российская звезда. А вот это потайная кабинка для любовных утех. Среди мест, посещаемых Литвиненко, его жена Марина этот клуб полиции не называла. Вряд ли о своих походах сюда муж рассказывал дома. Но полицейские после смерти Литвиненко вычислили этот клуб сами. Да, он на самом деле приходил сюда довольно регулярно. Нам очень-очень повезло, поскольку о его визите в наш ресторан узнали только четыре месяца спустя по транзакции с его кредитной карты. Иначе нас позакрыли на несколько месяцев. К нам пришли с проверкой, они проверяли всю территорию, лестницу, место, где сидел Литвиненко. Но следы полония были уже очень слабыми. Нам очень-очень повезло в этом случае. По данным полиции, опять-таки не получившим широкой публичной огласки, пиковые показатели альфа-излучения были зафиксированы в бархатной комнате или, как ее называет мистер Уэст, VIP-руме. Да, в подвальном помещении у нас есть VIP-зона, что-то вроде приватных кабинок. И он сидел в одной из них. Мы просим лорда Уэста показать, где именно Александр Литвиненко уединялся с танцовщицей для приват-танца на коленях. Это то место, где нашли Полоний? Это оно? Да. Полоний. Да. Там сидел Александр Литвиненко, да? Да, я уже точно не помню, где именно он сидел, но совершенно точно, что он находился именно здесь. И теперь самое главное. Согласно транзакции с кредитной карты, Литвиненко был здесь за два дня до встречи и со Скарамеллой, и с Луговым. И уже оставлял следы Полония. То есть источником заражения для всех остальных был сам Литвиненко. Можно только догадываться, по каким местам Лондона прошла после контакта с Литвиненко несчастная зараженная танцовщица уже со своим радиоактивным шлейфом. Становится понятно, почему в полоневой карте британской столицы иногда нет логики. Она не могла претендовать даже на то, чтобы считаться полной. Все было гораздо серьезнее. Все идут, чтобы убил Литвиненко Луговой. Ничего подобного. Убил его Березошки однозначно. Березовский очень жадный. И для него потратить свои деньги, а тут все-таки кормить целую семью, да еще с претензиями. А Литвиненко вот такой был, немножко сумасшедшим, он мог попросить побольше и пошантажировать. это смерть главного только не будет. Ни при чем здесь нашим ФСБ. Нет человека, нет проблемы, понятие, ставшее с каких-то пор близким для Березовского, вспоминает Коржаков. Во всяком случае, о желании убить то одного, то другого он говорил постоянно. Березовский меня уговаривал сначала Лужкова пристрелить, ну, убрать, убрать, убрать. Потом, значит, ну, Гусинскую, естественно, конкурента. Потом, когда уже дошел до Кобзона, что Кобзон убрать, а вот эти, что тебе плохого сделать? Ну, поет и поет. Что, что он тебе, Кобзон? Нет, это где-то, что-то его на столе, да мне до фени. Кобзон. В шутку или нет, говорил Березовский о желании убирать неугодных, но смертей в его окружении было зафиксировано немало, без всяких шуток. Самого Березовского, впрочем, в убийствах ни разу не обвиняли. Ну, возьмем, допустим, его очень близкого такого друга и товарища Гафт, который, выразив несогласие с Березовским по поводу стратегии Логоваза, это, по-моему, был 95-й год, неожиданным образом выпал с балкона своей квартиры. Мы можем взять Головлева, Ющенкова, это те люди, соратники его по либеральной партии России. Мы прекрасно помним, один и другой были убиты возле своих подъездов. Я думаю, и не исключаю, что за всеми этими, за вот этими людьми, которые погибли, стоит Березовский. Иван Рыбкин был последним, с кем депутату Сергею Юшенкову довелось поговорить перед смертью. Беседовали о политике, оба участвовали в праймерис, готовили анкеты, чтобы выяснить, кого народ хочет видеть во главе оппозиционных сил. Он мне позвонил буквально за несколько десятков минут до смерти. Приближались выборы третьего года в Думу. И он мне позвонил, сказал, я полностью доверяю, что тут зубы разболелись. В общем, даже не буду редактировать текст, отдавайте ему, Иван Петрович, все. Или вдруг мне звонок, и говорят, Сергей Николаевич Юшенков убит. Я говорю, да как же так? Я только вот буквально считанные минуты назад с ним разговаривал. Он, видимо, уже к дому подъезжал, и во дворе дом был убит. Бандитствующий публикой от политики, я бы так сказал. В убийстве Сергея Юшенкова по горячим следам обвинили троих, непосредственного исполнителя и двух посредников. Имя заказчика они долго не называли, но потом вдруг почти одновременно заявили. Это Михаил Каданев. Еще один, как и Юшенков, сопредседатель партии «Либеральная Россия». Милиция произвела арест, началось следствие, потом суд. Все это время Каданев молчал, вины не признавал, но и защищаться не пытался. Так и отправился в тюрьму, молча. Прошло почти 10 лет. И вот заключенный Каданев решил высказаться. Мы приехали к нему в мордовскую тюрьму. Интервью, которое он нам дал, откровенное, жесткое и объясняет многое. За молчание Бадри Патаркасшвили и Борис Березунский обещали мне 3 миллиона долларов. Кроме того, Михаилу Каданеву пообещали, что позаботятся о его семье. Пока он посидит, будут всячески помогать и поддерживать ее материально. Суммы не такие большие были. На них в Москве очень трудно жить. Очень трудно было жить. Время шло. Три обещанных миллиона долларов до Каданева так и не дошли. Помощь семье с некоторых пор прекратилась вовсе. И заключенный решил, что теперь имеет полное право рассказать правду. Он требует новый суд и новое следствие, так как к убийству Сергея Юшенкова он не имеет никакого отношения, а взять вину на себя его заставили угрозами. Молчал потому, действительно, я могу много сказать, потому что действительно были угрозы моей семье. Угрожали убить и его самого. Даже на суде подходили и шептали через решетку. До этого подошел мне милиционер и сказал, что за тебе оплачено 50 тысяч долларов тебя должны застрелить. Возможно, мне сказали это инициировали мое молчание, так сказать, чтобы я молчал еще покрепче, да. А потом сказали, что бесполезно тебе что-то делать, потому что все уже решено, ты будешь осужден по полу. Если угрозы жизни Каданеву приходили анонимно, то просьба взять вину на себя исходила от конкретных персон. Они хотели, чтобы он молчал. Молчал и сидел свой срок. Это было передано от Бориса Березовского и Бадри Патаркасичвили. Интервью Михаил Каданев просил считать обращением из тюрьмы к правосудию и через нашу съемочную группу он передал свое официальное заявление в Генпрокуратуру и в Следственный комитет. В нем он краток. Реальными заказчиками убийства С. Юшенкова были Аркадий Патаркасичвили и Борис Березовский. Своё многолетнее молчание Каданев объясняет тем, что боялся финансовой и криминальной влиятельности названных. Кому был выгоден шум, который поднялся в прессе вокруг убийства Сергея Юшенкова, Михаил Каданев знал и тогда, и сейчас не сомневается. Шум этот был выгоден как раз Борису Березовскому и Бадри Патаркасичвили. Почему? Убийство Юшенкова помогло Березовскому получить политическое убежище, потому что англичане поняли, что в России ему грозит смерть. Я хочу напомнить, что это как раз начало 2000-х годов. Березовский в Лондоне, он борется за политубежище, ему надо создать все условия для того, чтобы продемонстрировать британской эфемиде, что он преследуется по политическим, а не по экономическим мотивам. Создать лишний антураж вокруг себя, это весьма было выгодно Березовскому. Поэтому убить первого человека в партии и сказать, друзья мои, вы видите, я создаю эту партию, я финансирую, я член политсовета этой партии, я везде с этой... У меня представители партии прилетают ко мне в Лондон как к Герцену советоваться. И вот смотрите, у подъезда дома убивают первое лицо. Ну, блин, я не знаю, что еще круче можно придумать. Все, кто сегодня в том или ином обвиняют Березовского, ни разу не обходят стороной Бадри Патракацишвили. Они начинали вместе еще в Лаговазе, были полжизни вместе и мало какое из дел было у них ни на двоих. Бадри, или Аркадий, по паспорту имел колоссальный авторитет в криминальном мире и любил жить роскошно. Этот гигантский дом Патракацишвили на самом деле бывший дворец бракосочетания в Тбилиси. Он купил его с позволения Шварднадзе. Золото, камни, диковинная мебель и машины. Слабость Бадри. В его гараже лучшие экземпляры Астон Мартинов, Бентли и Роллс-Ройсов. Но особо он гордился чайкой Леонида Брежнева и вот этим Мерседесом Адольфа Гитлера с нацистской свастикой. Рука. Бадри Патракацишвили внезапно скончался в Великобритании 12 февраля 2008 года от инфаркта, хотя до этого на сердце не жаловался. Он любил коньяк и вино, курил не переставая, но всю жизнь был здоров. И вдруг. Несколько членов семьи Патракацишвили и юристы Бадри, пострадавшие от его смерти, вскоре подали исковое заявление в Верховный суд штата Нью-Йорк в США. В нем указывается, что в день смерти их родственник встретился с Борисом Березовским в его лондонском офисе. А там, согласно иску, Березовский подсыпал в рюмку коньяка Бадри флюроцитрат натрия. Это смертельный яд, который называют сывороткой смерти. Препарат бесцветен, не имеет вкуса и практически не проявляется на вскрытии. Он вызывает обширный инфаркт, кому и смерть. Предварительные результаты вскрытия тела Бадри указывают на то, что умер он от инфаркта. Даже те, кто привык к тому, что вокруг Березовского часто кто-то гибнет, в эту версию верить отказывались. Слишком искренней была дружба двух партнеров до последнего дня. Но именно этот факт личный друг и адвокат Патаркацешвили Эммануил Зельцер как раз опровергает. Бадри начал уставать от выхода к партнеру, его политических амбиций и непомерных трат последних общих денег на финансирование абсурдных революций в России, Грузии и других странах. Их отношения стали резко ухудшаться. В конце 2005 года Бадри объявил Борису о своем намерении прекратить их партнерские отношения и желание продолжать бизнес самостоятельно. Борис был в бешенстве. Без криминального таланта Патаркацешвили Березовскому очевидно было трудно обойтись, а экономический развод, который в 2006 году Бадри вынудил подписать, стал для Березовского серьезным ударом. К этому моменту Борис Абрамович серьезно поиздержался, а самостоятельно делать бизнес у него получалось только в России. На третий день после смерти Бадри Борис Березовский подписывает договор с его вдовой, по которому умудряется завладеть половиной активов покойного. Причастность Березовского к смерти Бадри не доказывают, но после похорон для Березовского заканчивается кризис, из-за которого он даже срезал втрое жалования преданному Александру Литвиненко. Это было воспринято как оскорбление. Литвиненко звонил и жаловался родным. Он понял, что я же тебя по сути дела я тебя, сука, несколько раз спасал. Я тебе то, я тебе то, а ты меня сейчас сажаешь на голодный паек, имея такие бабки. И потом у меня берут трубку, а он говорит, все, я больше ни на кого не работаю, не хочу никого знать. То есть очень обозлился. Брошенный Березовским, Литвиненко решает выживать самостоятельно, пробует торговать даже российским газом, но после ряда неудач решает, все, что у него есть, это имидж офицера-перебежчика и возможность пригодиться кому-либо в роли знатока тайн ФСБ. Вот редкие кадры, находящиеся до сих пор под грифом «Секретно», где Литвиненко делает сенсационные заявления. По просьбе парламентской комиссии по расследованию от архивов Митрохина я дал ряд серьезных заявлений о преступной и террористической деятельности КГБ и ФСБ. В ходе этих заявлений я сделал заявление о том, что Романа Проди сотрудничал с КГБ Советского Союза и выполнял их задания. Не больше, не меньше. Романа Проди, бывший премьер Италии, а на тот момент президент Еврокомиссии, агент КГБ и ФСБ. А вот в кадре появляется знакомая личность Марио Скарамелло. Вот так он и познакомился с Литвиненко. При проверке сведений, исходящих от Литвиненко, я сталкивался с ответом «Будь осторожен, Литвиненко находится под контролем Березовского, которому доверения». Более того, были использованы прилагательные, дающие отрицательное, жесткое определение этого человека. Марио Скарамелло не послушал совет, это и публично объявил Романа Проди шпионом, после чего ему вручили иск о клевете. Надо сказать, что адвокат Скарамелло расхлебывает последствия доносов Литвиненко до сих пор. Прокуратура Италии обвиняет его в даче ложных показаний по делу о нелегальной транспортировке урана в город Римени и республику «Сан-Марина». Речь идет об июне 2005 года. С информацией о трафике радиоактивного материала я познакомился гораздо раньше. Нам об этом рассказал информатор Александр Литвиненко. То есть, какое-то отношение к радиоактивным элементам Александр Литвиненко мог иметь задолго до своего отравления. Кстати, одновременно с поисками полония, которым наследил Марио Скарамелло, вернувшись в ноябре 2006-го из Лондона полиция взялась за обследование и организма итальянца. Вот единственные уникальные кадры Марио. Не правда ли знакомая картина? Вы отравили Литвиненко? Нет, конечно нет. Он был моим другом. Это та же самая палата, где умирал Литвиненко и та же самая кровать. Меня пригласила английская полиция для проведения анализов в Лондоне. Я действительно прошел медицинское освидетельствование в Лондоне, но результатов этих анализов так и не получил. Я читал в газетах, что анализы засекречены. Действительно, узнать, был ли полоний в организме Скарамеллы, для суда было бы очень важно. Но нам в Лондоне снова повезло. Вот засекреченный документ, заключение при выписке, который Скарамелле так и не показали. Госпиталь университетского колледжа Британии сообщает, что у пациента был обнаружен полоний-210 в моче, в костном мозге, в почках, в печени и прямой кишке. И вот цифры. Я гражданин Италии, европейской страны, но еще ни разу я не получил доступа к медицинским данным, касающимся меня. Высшие руководители британской администрации и сообщили мне, что у меня общее заражение, и я умираю. Мне так и было сказано, что я умираю. И меня госпитализировали, наверное, только с целью проследить за кончиной. Однако, согласно тому же заключению, показатели полония в организме пациента за неделю пришли практически в норму. В чем же дело? Почему Литвиненко на этой же постели мучительно умирает, теряя волосы, а другой, с замечательной шевелюрой, жив и по-прежнему? Эту загадку, как утверждает отец Литвиненко, он разгадал. Он уверяет, что причиной смерти был не полоний, сына могли убить чем-то другим, а радиолучевую болезнь сымитировать для мирового скандала. Полониям, утверждают специалисты, в мире до этого действительно никого не убивали. Он слишком опасен для самого отравителя, летуч и оставляет за собой следы. Полоний-210 один из наиболее распространенных полониевых изотопов и доступен в открытой продаже. Он много где используется, но для отравления это довольно странная вещь. В мировой практике полоний как раз и используют как маркер, помечая им, например, нелегальное оружие, чтобы проследить по шлейфу его незаконный трафик. Безусловно, использование радиоактивных маркеров было известным понятием. Это было известно и Литвиненко. Была ли проведена такая операция? Возможно, даже вероятно. Что делал с полонием Литвиненко, наверное, так и останется тайной. Но в нужный момент, когда он уже выздоравливал в госпитале, его могли убить другим способом. А смерть изобразить как лучевую болезнь, считает отец Литвиненко. А брат добавляет, вот зачем Александру украинская служанка Ахмеда Закаева обрила голову. То есть, побрили его, там, сказали, что у него начали выпадать волосы и побрили ему голову. Дом, в котором жил Александр Литвиненко, находится в скромном районе Лондона, на самой его окраине. Березовский купил ему недорогую квартиру, но даже ее умудрился оформить на себя, а не на Литвиненко. А напротив, буквально в 100 метрах, расположился Ахмед Закаев. У него работала та самая добрая украинская женщина, которая однажды посетила в больнице Литвиненко. Предсмертные снимки Бритова Литвиненко обошли весь мир и стали для читателей западной прессы иллюстрацией того, как Кремль расправляется с неугодными. Отец погибшего в эту версию не верит. Он убежден, что его сын погиб, потому что слишком много знал, как Березовский получал политическое убежище в Британии. И такой свидетель, да еще и обиженный, мог Березовскому стать опасен. Им нужен был Сашка мертвый и не живой. Вальтер Литвиненко, после смерти сына, уехавший за границу, теперь возвращается в Россию. Говорит, что с удовольствием взял бы с собой на родину Бориса Березовского. Не стоит бояться экстрадиции России. Как ему можно бояться экстрадиции, если он в суде здесь доказал, что он преследуется по политическим мотивам? Ну, он же серьезный математик. И он игрок. Он умный человек и очень рисковый. Ему неинтересно играть по чуть-чуть. Когда я говорил о его охране, я говорю, ну вот, у вас же есть охранники. Он сказал, это не охранники, это свидетели. Свидетели чего? Что я должен? Ну, то, чего может с ним произойти. А также произойти вокруг него. Я просто посчитал, что в моей жизни я вспомнил минимум о 13 случаях, когда как минимум с вероятностью 50 процентов, 0,5, да, если уж точно, я должен был погибнуть. У меня было 13, я насчитал, 13 случаев таких в моей жизни. По поводу смерти Березовский шутит всю жизнь, сообщает, сколько раз на него покушались и даже привычно выводит из этого математическую формулу. То, что я жив до сих пор, вероятность этого равняется единице, деленной на 2 в 13 степени. И здесь Березовский скорее прав. Он мистическим образом избегает смерти всю свою жизнь. Однажды еще в Москве, например, он ночью на огромной скорости разбился на снегоходе. Со сломанным позвоночником, прикованной к каталке, на грани жизни и смерти он с улыбкой объявил врачам. Знаете, что впервые в жизни я понял этой ночью? Никогда не мешайте красное вино с текилой. Только Березовский в свое время мог абсолютно не бояться смерти и постоянно летать в охваченную войной Чечню. Но секрет смелости олигарха скорее был в другом. Он приземлялся почему-то не в Грозном на северном аэродроме, а почему-то в Махачкале. Пускай там посылают соответственно туда для встречи группу спецназовцев. Мои возвращаются люди, техники, конечно, там набронированы и прочее. И говорят, мне говорят, товарищ командующий, ну, там встретила команда на крутых джипах, все ввешаны оружием, все, будем говорить, не русские, так, ну, мы, говорит, так поняли, что встретили его в Чеченцию, увезли куда-то в горы. Константин Поляковский в 96-м году командующий объединенной группировки федеральных сил в Чеченской республике схватился за голову. Опасности подвергалась фигура по государственным меркам более чем значимая. Замси Тряса в Беза, значит, его увезли в горы. Я ругал своих подчиненных, почему вы не применили буквально силу даже, может быть, его захватили, может быть, еще что-то. Всякий раз направляясь в Чечню, Березовский действительно странным образом летел сначала сюда, в Махачкалу. И секрет был, наверное, не столько в приятных воспоминаниях о молодом бизнесе на пододеяльниках и не только в дагестанском гостеприимстве. Отсюда, там, дальше, за Хасавюртом открывались туманные тропы в Чечню. Их контролировали боевики. И в караване Нукеров-Басаева Березовский просто чувствовал себя безопаснее, чем за броней федеральных сил. Я его ждал со стороны Хасавюрта, вот с федеральной трассы, значит, оттуда, со стороны Дагестана. А он уже оказался на территории Чечни. Где-то часам двум ночи он приехал. С ним была очень большая охрана. Все люди были, ну, будем говорить, не славянской национальности в этой охране. А вешанное оружием, там, черт знает чем. На одной из таких встреч генерал Пуликовский не удержался от упрека. Почему вы сначала едете к Масхадову, а потом в командовании группировкой. Я считаю, что Совбез должен знать от нас, что происходит на передовой. На что Березовский ответил коротко. Я тебя, генерал, вместе со всей вашей дохлой группировкой сейчас куплю и перепродам. Понял, чего стоят твои ультиматумы? Да, я называю это предательством. Предательством нашего государства, нашей страны, нашего народа. Я по-другому это не называю. Но вся страна тогда думала о Березовском как об освободителе пленных, тяжелейшие переговоры с боевиками, сила убеждения, бесстрашие и отвага заместителя секретаря Совбеза. Это когда была похищена Масюк с оператором. Меня Бадри Патракцифель тогда попросила лично лететь с Березовским. Мы прилетели, ночью пересекали границу Чечни. Потом несколько часов мы ехали на машинах, приехали в деревню Чеченскую, совсем не разрушено, как мне показалось. А потом туда приехал на трех джипах с охраной, вообще, как с картинки, прекрасно одетых в американскую муницию Басаев. Встречал во дворе его Березовский и по тому, как они общались, очевидно было, и для меня это было таким легким шоком, что отношения Березовского с Басаевым такие очень близкие, очень доверительные. А часто бывало еще проще, вспоминает Андрей Луговой. За пленными журналистами в Чечню Березовский мог даже не летать. Самолет со освобожденными садился во Внуково. Но перед тем, как подъехать к встречающей прессе, сначала останавливался на задворках аэродрома в стороне от любопытных глаз. Подъехал Трап, подъехал машина Мерседес, оттуда вышел Березовский, один быстренько забежал в самолет, двери закрылись, и самолет поехал уже туда, где стояло порядка 30 журналистов всех центральных каналов и зарубежных. С освобожденными выходил Березовский, а журналисты его спрашивали, как в очередной раз удалось героически вызволить из плена коллег, не платят ли боевикам деньги, подогревая их аппетит к захвату заложников. Трапират, в общем, технологии совершенствуются. Ясно, ну, никаких денег, выкупа, ничего, речь даже не шла, да? Ну, я постоянно об этом твержу, мне почему-то меньше всего верят, но, наверное, есть на это основания, да? Нет, денег не было. На самом деле, не бесплатно, там был, в сумке был миллион долларов, и охрана Березовского таскала за собой, эта сумка такая спортивная. Туда мы летели, сумка была, обратно летели, сумки не мало. Чьи это были деньги? Похищенные 3 июля 97-го года в Грозном граждане Великобритании Камилла Карр и Джон Джеймс были до самого последнего времени убеждены, что освобождал их Борис Березовский на свои личные деньги. Нас вывели из подвала с завязанными глазами и посадили в машину на заднее сидение. И машина остановилась, и голос сказал, «Я ваш друг». Этот голос принадлежал Бадри Патаркацишвили. Потом он спросил, «Знаете ли вы Бориса Березовского?» Мы сказали, «Нет». И он сказал, что он друг Майкла, принца Кенского, и что он именно тот, кто помог нас освободить. Камилла и Джон благодарили Березовского в Москве, много и часто рассказывали о нем в потрясенном Лондоне. Каково же было изумление бывших пленников, когда много лет спустя на суде между Березовским и Абрамовичем всплыл тот факт, что за их свободу заплатил совсем не герой Березовский, а никому тогда неизвестный Роман Абрамович. Да, мы ведь услышали об этом, только сидя в суде, когда мистер Абрамович и мистер Березовский ввели этот... этот спор о том, кто выдал деньги на наше освобождение. А мы-то на самом деле ничего об этом не знали. И насколько мы знали, это был Березовский, потому что он так сказал нам. Все эти мифы про освобождение заложников или военнопленных создавались теми же масс-меди, которыми он владел. На самом деле ничего этого не было. Березовского я за это время узнал, что это человек, который никогда в жизни своих денег не потратит, ни копейки, никогда. Он всегда кого-то напрягал. И это в том числе было учтено лондонским судом, когда ложь Березовского впервые была названа ложью, а не наоборот, как он привык в Британии. Я думаю, у него был определенный круг в британском истеблишменте в первые годы после его приезда в Великобританию. Я думаю, он обнаружил для себя, что его деньги могут купить больше влияния, чем британское общество часто хочет позволить. Суд с Абрамовичем, где Березовский рассчитывал, но вдруг не получил 5 миллиардов долларов, явно стал для него водоразделом в лондонской жизни. Он настолько не ожидал поскользнуться, что впервые выругался не по привычному адресу, а наоборот. Абсолютно разочарован. Я не просто разочарован, я дико удивлен. Это не просто разочарование, а это, ну, реально, я прожил в этой стране уже 11 лет, и я еще раз говорю, я участвовал не в первом процессе, но то, что произошло сегодня, я еще раз говорю, у меня впечатление, что просто этот джазмент писали в администрации президента Российской Федерации, как пишут джазменты для Басманного суда или для других судов России. После всестороннего провала Березовский как в воду канул. Он распустил всех сотрудников своей компании, и они по телефону отвечают, что лондонский офис Березовского закрыт навсегда. Это та самая Даун-Стритс. Дом 7 стал печально известным, когда люди из Копленд-Ярда нашли здесь полоний. Им наследил Александр Литвиненко, зайдя после встречи с Марио Скарамелло в офис Березовского. Офис здесь, и мы идем туда. Доброе утро. Скажите нам, если знаете, это офис Березовского? Я прошу вас остановить съемку. Хорошо. Но его сейчас здесь нет? Нет. Он переехал? У нас с ним до сих пор контракт. Он на втором этаже по-прежнему у нас здесь арендует офис. У нас нет никакой информации о том, что он уезжает. И это, конечно, на Березовского похоже больше. Офис, как выясняется, он не закрыл, он затаился. Березовский не поднимает трубку, по слухам, почти ни с кем не встречается и якобы прекратил всякую политическую и бизнес-активность. Ну, то его последний вот этот проигрыш, конечно, говорит о том, что где-то его серьезный математический ум, где-то он просчитался. Но мы не теряем надежд встретиться с математиком. Обвинений против него теперь столько, что мы мечтаем дать ему шанс оправдаться. Подтвердить или опровергнуть слухи о том, что Березовский из загнанной в долги распродает имущество, нам берется помочь компания азартных профессионалов. У них есть вертолет, оснащенный телекамерой высокого разрешения. Это устройство позволяет управлять камерой под брюхом вертолета и поворачивать ее на 360 градусов. А мы сможем увидеть нашего героя лицо Бориса Березовского? Да, тут мощный объектив. Мы сможем рассмотреть его с высоты 150 метров. Как назло, имение Березовского находится в зоне ограничений полетов. Здесь проходят авиатрассы аэропорта Хитроу. Но пилоты как будто загораются сами и добиваются разрешения на полет. Обещайте мне, что если охранники Березовского откроют по нам огонь, вы отремонтируете вертолет за ваши рубли, шутит пилот. Англичане не считают русских олигархов частью своего общества. Они их не знают и часто можно слышать, что даже боятся. Они совершенно не приносят никакой пользы. Более того, мы их вообще не видим. Наши люди боятся проходить мимо их общины, так как, по моему мнению, большинство из них уголовники. Они не делают ничего хорошего здесь, они не сделали ничего хорошего там. Кажется, подлетаем. Ориентир пилотов прекрасный ансамбль колледжа и университета Ройл Холливой под Лондоном. А рядом шикарное имение. Это поместье называется Вентворд Парк. Березовский его купил в 2001 году у миллионера Скотта Янга. Тот тогда обанкротился и отдавал все по дешевке. Дом, несколько гектаров территории, парк, дорожки, пруд. Все это обошлось Березовскому в 20,5 миллионов фунтов стерлингов. Мы заходим над домом Березовского, кажется, слишком бесцеремонно. Уже на первом круге разбегаются и прячутся даже садовники, побросав инвентарь и саженцы для парка. Хотя, если бы ваш олигарх гулял по дорожкам, смеются пилоты, он бы от нас не успел уйти. Не видно, чтобы Борис Абрамович гулял по своему прекрасному парку. Говорят, что после суда с Абрамовичем он стал таким затворником, что теперь очень редко выходит из дома. Впрочем, и сверху видно, что депрессию любого характера можно лечить и не выходя из такого дома. Прозрачный купол зимнего сада, большой крытый бассейн. Но нигде ни души. У него слишком много денег, но я могу сказать лишь только то, что он призрак. И здесь Лорд Уэст не прав. Во-первых, денег у него уже немного, во-вторых, он не призрак, и искать нам его советуют, если не в Большом Лондоне, то в Маленьком Израиле. Но в Маленьком Израиле, где все нужные люди друг друга знают, нам открыли секрет. Надо звонить ровно три раза через каждые семь минут, не ошибаясь. И тогда на третий раз он обязательно должен взять трубку. Вот два раза мы уже звонили, звоним третий. Нет ответа, или Борис Абрамович сменил код доступа, или нужные люди в Израиле не всегда говорят правду. Впрочем, не похоже, чтобы здесь его пытались укрывать. К Березовскому у израильских властей, в отличие от британских, отношения далеко не однозначные. И хотя Березовский чувствует себя здесь в безопасности, вовсе не похоже, чтобы Израиль пошел на конфликт с целым государством, если встанет ребром вопрос об экстрадиции. Израиль не выдает евреев но принцип, что евреи никого не выдают, не распространяется на преступников. Наличие еврейского происхождения и проживание в еврейском государстве не индульгенция от всех прошлых грехов. Знаменитый кадр из фильма «Олигархи» израильского режиссера Александра Гентилева. Семибанкирщина после инаугурации президента Ельцина радуется в Кремле своей победе на выборах. Именно своей, потому что второй срок Ельцина был очень во многом их заслугой. Та сцена, которую нам удалось снять, где они стоят в Кремлевском дворце и смеются, ну, она меня огорчила, скажем так. Я понимал, что этого нельзя делать. Нельзя. Почему? Я сказал, они все рано или поздно не проиграют. Рано или поздно не проиграют. Так себя нельзя вести. До 90-х, пока не было отношения с Советским Союзом, из Альска общество относилось вообще к евреям, которые приезжали оттуда как к беженцам, которым надо помогать. Они нищие. И поэтому их надо устроить на работу, дать им квартиру, помочь, это самое все. И вдруг в один момент приехали какие-то дяди огромных наукседес с колоннами, с охраной. С охраной. С охраной. Когда у нас так ехали только три человека. Президент, министр обороны и премьер-министр. Они очень быстро, люди, особенно как Боря Березовский, начали, хотели залезть в и политическую, экономическую единственность этого государства. Они хотели купить все. Но в маленьком Израиле для того же Березовского не было ничего достаточно масштабного. Даже борщ негде было съесть. Боря даже тут держал один собственный ресторан, куда он мог прийти посидеть. Просто для себя. Этот ресторан был всегда пустой. И туда приходил только Боря Березовский. Просто для себя. Он и водка. Березовский очень быстро, насколько я знаю, разочаровался именно тем влиянием, которое он может вложить в это государство. И в какой-то момент, мне кажется, он просто плюнул на это место и сказал, что мне все неинтересно. Когда-то нечто подобное в разрушенной Чечне услышал от Бориса Березовского и боевой генерал Константин Пуляковский. Но только тогда олигарх был на коне и ему было тесно даже на планете. Он мне просто сказал такую фразу, когда мы шли отдыхать, что говорит, ты знаешь, генерал, как мне все обрыгло на этой земле. Знаешь, что я больше всего хочу в этой жизни? Я хочу полететь в космос и посмотреть на эту жалкую землю оттуда. Что же она из себя представляет? Вот это у меня желание. Остальное мне все на этой земле неинтересно. Израильская клиника Тель-Хашомер, известная в мире своими психиатрами. К ним приезжают проигравшие выборы политики, обанкротившиеся брокеры с Уолл-стрит, здесь лечат свои психические срывы наш Филипп Киркоров и здесь же, как выяснилось, после провального суда с Абрамовичем оказался и Борис Абрамович. Нас уверяют, что окна Березовского там, на третьем этаже и лучше говорят, чтобы он нас не видел, потому что покой пациента здесь строго охраняют, потому что искренне ему здесь сочувствуют. В последний момент упустить 5 миллиардов долларов это ж такой удар, после которого, если уж не петля, то точно психиатрия. Впрочем, здесь же, в Израиле, нам озвучили совсем другую версию госпитализации Березовского. Он якобы чувствует, что близок час, когда и Британия станет ему опасной. Если вдруг Лондон получит какие-то материалы и сам против него затеет судебное разбирательство, то лучшее средство от уголовного преследования это, как известно, справка. Гораздо лучше, чем статус правозащитника. Я, когда их увидел, я им сказал, ребята, вы не выглядите, как, знаете, защитники правого человека. Вы выглядите, как, знаете, обожавшиеся такие дяди с огромным баблом, которые хотят менять просто правительство тут и там, и сям, и здесь. А Израилу вообще пути не мешают. Это здание на ремонте, закрытый банк Апуали. Он сегодня вынужден делать полный ребрендинг, менять внешний вид и стиль. Этот банк растерял доверие простых клиентов, когда на него начались облавы полиции, узнавшие о том, что русские олигархи отмывают через него деньги. И министр внутренних дел тогда, мне кажется, в 99-м году это было, он объявил операцию против олигархов. Против олигархов. Против русских олигархов. Они должны были их взять в одну ночь посадить на самолет и выкинуть в Серхнокипер. В списке на принудительную депортацию было тогда 38 человек, включая Бориса Березовского. Однако израильским силовикам эту операцию так и не удалось оформить юридически. План сорвался. Мы хорошо их припугнули. Некоторые испарились отсюда. Хотя я думаю, что некоторая опасность еще здесь осталась. Глава отдела МВД Израиля по борьбе с русской мафией впоследствии пострадал. Он был вынужден уйти в отставку в результате какого-то мощного политического влияния. Но он не закончил свою войну и теперь сам решил пойти в политику. Система закона сама по себе не победит в этой войне. Только политика. До тех пор, пока будут обнимать людей, которых только вчера суд признал виновными в тяжких преступлениях, это не будет возможным. Поэтому нужно, чтобы люди из политики отстранили их от жизни. Силовики целого ряда стран, где успел отметиться тот же Березовский, удивительным образом похожи. Что в Израиле, что в России, что в Бразилии. А вот Украина. Надо, чтобы правоохранительные органы представили доказательства международному сообществу, в том числе английскому правосудию или английским правоохранительным органам. Обвинение Березовского в терроризме, это, согласитесь, жестко. Такого еще точно не было. Мы приехали в Киев, чтобы разобраться в одной мутной истории времен Оранжевой революции. Но то, что в результате услышали от трех генералов спецслужб и бывшего генпрокурора, стало неожиданным. Я думаю, что чисто судьба или, может быть, воля Всевышнего спасла и офис кандидата в президенты, и людей, которые могли находиться там, и в целом туча с Киева все-таки радиус действия такого объема в Зевчатке серьезен. Это был самый разгар событий на Майдане 21 ноября 2004 года. В этот день прошел второй тур президентских выборов и оппозиция, не дожидаясь итогов, уже праздновала победу Ющенко. Ющенко! Около 19 часов органы милиции, проверяя один из подозрительных автомобилей, обнаружили в багажнике автомобиля взрывчатое устройство. Были задержаны два человека в этом автомобиле, граждане России, прибывшие в Украину с поддельными, как потом было выяснено паспортами. Этими гражданами оказались Михаил Шукай и Марат Москвить. Прибывшие на место взрывотехники установили, в машине с российскими номерами пластид 3 килограмма, а точнее 2 килограмма 990 граммов. Причем отсутствовало как раз 10 грамм. Профессионалы знают, что любая взрывчатка перед применением обязательно проверяется. То есть взрывчатое вещество уже было проверено. Кроме того, профессионально сделано электронный прибор для приведения данной взрывчатки в действие. И главное, из-за чего сразу подключились спецслужбы, все это находилось у дома 22А по улице Боричевток. А это штаб оранжевой оппозиции, который посещали и европейские политики, и дипломаты, и наблюдатели. Машина, начиненная взрывчаткой, находилась вот здесь. Ее легко можно было увидеть прямо из окна кабинета Ющенко. Вон она. Мощности взрыва, как утверждают эксперты, вполне было достаточно, чтобы уничтожить оба этих строения и ранить или убить людей в радиусе 120 метров. И планировалось взорвать эту машину именно у этого штаба с тем, чтобы показать, что украинская власть вот, дескать, так расправляется с кандидатами. С другой стороны, это дискредитация власти России, потому что гражданин России был причастен к тому, что у штаба Ющенко происходят вот такие события. То есть, фактически преследовалось две цели. Громкости теракта добавляла еще одна деталь. Недалеко отсюда, вот там, практически вплотную к зоне поражения, резиденция американского посла. Задержанные россияне Шуга и Москвитин рассказали на допросе, что приехали в Киев с поставленной задачей совершить имитацию теракта, чтобы помочь рейтингам кандидату Ющенко. Ну, вы знаете, как бы, что значит имитацию? Три килограмма пластида это не имитация. Это три килограмма может разнести здание, так сказать, как бы там ни было, принести и жертвы, и все остальное. Разумеется, в числе первых же вопросов задержанным был задан главный. Кто вас послал в Киев? Шугай на допросах еще во времена нашего расследования пояснил, что заказчиком выступал некий антиквар по имени Дмитрий, с которым в сентябре 2004 года в Сандановских банях произошел разговор. Антиквар Дмитрий был близкой связью Георгия Шупы, зятя господина Бориса Березовского, с которым сам Шугай был знаком с 1999 года. Опять-таки, со слов Шугая Дмитрий ему сообщил, что господин Березовский имеет интересы в Украине, в том числе экономические, и очень заинтересован в том, чтобы Ющенко стал президентом. Это, так сказать, определенная помощь в реализации плана создания своего президента в Украине. Березовский и сам не скрывает, что потратил на смену власти на Украине 40 миллионов долларов. Однако революция это одно, а теракт совсем другое. Разобраться в этой истории до конца помогли бы сами наемники, но их после победы Ющенко, как выяснилось, освободили. Москвитин был амнистирован и выпущен буквально сразу же после заседания Верховного Суда. Ну, насколько мне известно, Шугай уже давно вышел, уехал в Россию, так что в дальнейшем их путь теряется в России. Но мы не сдаемся. Сначала долгие поиски по всей России, потом еще дольше переговоры. В результате Михаил Шугай и Марат Москвитин, которые никогда в жизни не давали интервью, соглашаются с нами встретиться в одном из городов. Они уже давно не Шугай и Москвитин. Они скрываются от своих бывших патронов, живут под чужими именами, имеют семьи и работу. В обмен на откровения мы обещали не показывать их лица. Изначально общаясь с окружением Бориса Абрамовича Березовского, я был замечен, как я понимаю, выделен как человек, любящий рискованный образ жизни. Поступил нетривиальное предложение участвовать, так сказать, в предвыборных мероприятиях на Украине. Антураж для мероприятия, как выражается Шугай, покупался в Литве, завозился через Белоруссию. Это было два пистолета, даже три, по-моему, пистолета, с глушителями, пластид, количество, я не помню, в районе трех килограмм. Изначально речь и правда шла об имитации теракта в помощь Ющенко, говорит Михаил. Было, с одной стороны, очень любопытно, а с другой, очень прибыльно. Предлагалось в районе трех миллионов долларов. Вы понимали, что это слишком большие деньги для имитации теракта? Конечно, понимали. В какой-то момент, признается Шугай, наблюдая за штабом и количеством народу вокруг, он вдруг подумал, что если придет команда на подрыв, их с Москвитиным потом просто уберут, свои же. В Оранжевый Киев как раз приехал Дмитрий Антиквар и, контролируя процесс подготовки взрывчатки, успокаивал Шугая. Говорил о том, что ни в нравах, ни в правилах Бадри Патракшвили расправляться со своим окружением, которое доказало ему свою верность. Этим он успокаивал вас? Ну, даже пытался приводить какие-то статистические данные, что вокруг Бадри Патракшвили как таковые погибали только предатели. А спрашивали ли вы у Дмитрия все-таки изначально? А кто стоит за планом этого всего? Ну, разумеется, спрашивал, но в таких случаях не принято отвечать, но судя по всему с его слов ныне и присно Бадри Патракшвили, ну, а посредом, наверное, и Борис Абрамич Березовский. Вы знаете, есть такое обиходное понятие, как подельники. И вот то, что касается и Березовского, и Патрика Цишвили, они были связаны одной идеей. Их действия говорили о том, что они действуют согласованно. Копаясь потом в мотивах возможного теракта в коридорах силовиков вспоминали расхожую фразу Березовского. Ющенко – это баба в штанах, а вот Юля – настоящий мужик в юбке. С ней можно делать дела. Так появилось предположение, что взрывчатка могла предназначаться не для пиара, а для ликвидации Ющенко. В отношении, скажем так, смены лидеров оранжевых процессов в Украине действительно вот такая версия складывается. И она имеет право жить как замена нерешительного Ющенко на более решительного Тимошенко. Команда на подрыв все-таки пришла. Антиквар передал приказ, когда бывалые наемники уже поняли, куда вляпались. Прежде всего, серьезность, серьезная ситуация. Это не частная какая-то проблема частного человека, бизнес-структура. Это все-таки государство, это было видно, что это связано с политикой. Мы были как загнаны в какую-то ловушку, собственно говоря. Мы превратились из охотника в жертву, как мы сами себя считали. В результате, я не знаю, мне показалось, что, наверное, это лучшим выходом будет из данной ситуации. Если вас возьмут? Да. Попадемся, значит, попадемся. Почему до сегодняшнего дня вы ничего не говорили о тех событиях? Ну, разумеется, страх играет не последнюю роль в данной ситуации. Если для Бориса Абрамовича это... Ему надо устранять либо меня, либо Дмитрия. Так что, переходное звено. Если логически рассматривать, Дмитрия так и не нашли. После смерти Бадри подрошили. Ну, как бы его правоприемником являлся Борис Абрамович Березовский. Отчасти не думаю, что ему бы понравилось, если бы такая встреча с прессой состоялась в тот момент, когда он был силен и могущественен. Деньги давали ему власть. На данный момент я думаю, что его возможности несколько поистащились, конечно. С приходом к власти Ющенко дело о взрывчатке похоронили так же, как и дело Ивана Рыбкина. Непосредственных исполнителей Шугая и Москвитина хоть и осудили, но отпустили. Три генерала СБУ и генпрокурор Украины, которые держали дело под контролем, были отправлены в отставку. Странным, конечно, являлось и то, что ни президента, ни премьера-министра, ни руководство правительных органов уже не интересовало, а кто же был на самом деле заказчиком этого террористического акта. Подготавливаем. Я вот говорю, что наши интервью сегодня могут быть заявлением в компетентные органы, которые этим должны заниматься. И в Украине, и в России. С целью? С целью одной. Преступник должен сидеть в тюрьме. Преступление должно быть наказано. И у таких преступлений, как причастие к терроризму, как организация подготовки террористических актов, сроков давности нет. Этот год оказался на редкость урожайным для биографии беглого олигарха. Заговорил Каданев, отказавшись вместо Березовского и Патракоцишвили сидеть срок за убийство Юшенкова. Устав скрываться по всей России, делают признание два наемника, ехавшие в Киев взрывать штаб Ющенко. Благодаря раскрытым материалам украинских спецслужб замкнулась на Березовском история с исчезновением Ивана Рыбкина. И не иначе, как гений Березовского по-прежнему заставляет Британию считать, что он жертва ФСБ и политически гонимый страдалец. Хотя уже даже Мариус Карамелло, не понаслышке знающий о работе спецслужб, как не старается, так и не видит следов ни ФСБ, ни Ми-6 в истории с Полонием, публично поссорившим Москву и Лондон. Здесь речь не идет даже о намеке на участие оперативных агентов какого-либо государства, члена международного сообщества. Ни один активный агент спецслужб, на мой взгляд, не задействован в этой истории. Скажите, а слабо нам пролететь над офисом вашей разведки, Ми-6? Спросили мы наших отважных пилотов после облета имения Березовского. Переспросив два раза не шутим ли мы, пилоты стали серьезными и начали переговоры с кем-то, отключив наши наушники от связи. Невероятно, но через какое-то время мы заходим над Ми-6. Можете передать привет от КГБ, шутят довольные рейнджеры. Под нами офис, знакомый всем по Джеймсу Бонду. В старых сериях этого фильма есть популярный эпизод. Мифические террористы из организации Спектр всячески пытаются натравить друг на друга КГБ и Ми-6, а агент Ее Величества спасает две державы, не давая Москве и Лондону столкнуться. В новых фильмах такого эпизода почему-то нет. А жаль. Государственные мужи в Лондоне могли бы пересмотреть и старого Бонда и взглянуть на саму историю российско-британских отношений. У них, конечно, бывала всякая и Семилетняя война, и Крымская война, и интервенция. Ну а чтобы между Биг Беном и Спасской башней так долго напускали туман конкретной сомнительной личности, это для обоих государств исторический ноутсекс. «Семилетняя война» и «Семилетняя война» и «Семилетняя война» Абвокал» «Семилетняя война» Семилетняя война» «Семилетия» Н.A. «Семилетия» Н.A. Н.А.